Но получилось, как получилось. Команда комбит теперь без хуча. Кто пятый, мы не знаем, можем только догадываться. Начинается матч. Virtus.pro против SK Gaming и Бьяли моментально поджимает у нас терраский респаун. Но Фоллен, обратите внимание, насколько грамотно играет. Фоллен как знал, что именно такой поджим у нас будет. Бьяли, кстати, чекает эту нычку. Фоллен стоит. Боже, как они досконально изучили друг друга. Бьяли знал, что там должен быть игрок. И Фоллен понимал, что будет поджим. Но победа пока что за Фолленом. 5-4 Virtus.pro в меньшинстве. Да, но теперь командир спор будет очень сложно. Что-либо сделать. Паша сейчас закрывает с двух сторон. Он успевает. Это сделать минус ТАЗ, который хелпует своему тиммейту. С центра, к сожалению, у SK никого не появилось. Но в итоге ТАЗ все-таки не смог спасти Пашу. Тут пошел наражен, получил в голову атака. И уже на Апленту находится Фер, который дает информацию. Ребята тут очень пусто. Тут пусто как в пустыне. Но и ТАЗ все-таки забирают в коннекторе. Нео и СНАКС остаются последними. Правда, первый сейчас находится в туалетах. А выход-то на Б. Выход-то на Б. Нео сейчас прячется в нычке. Зачем это его или нет, это вот уже интересно. Но информация от Нео идет. Сумму тиммейту, то, что это будет Б-плэнт. Да, Нео закрывают. СНАКС последний. Китов нет. Первый армор. 54 хп имеется. Это все, что есть у СНАКСа. Ну и еще только, наверное, желание победить. Потому что без этого желания выиграть будет очень сложно. Фер у нас занял хелпу. Преимущество колоссальное за командой SK Gaming. 4 в 1. СНАКС в банке. Пытается перестрелять, пытается выбить. Но без шансов. Бразильцы с легкостью берут пистолетный раунд. Но это пока что начало. И, естественно, поляки, скорее всего, сейчас будут форсить, брать пистолеты первой арморы и постараются ответить. В Нео две флешки. Все остальные берут пистолеты, как я предполагал. Биали ЦЗ, Паша Дигл, СНАКС 5-7. Даже муха появляется у ребят, собственно, у Нео. Ну и та сыграет без армора. Причем мне кажется, что это не муха Нео. Это ему дропнули. Да, дропнули. Потому что у Нео не было денег. У него было 1.4. Стоим взял две флешки. Ловит флешку. СНАКС играет близко к фонтану. Тем временем, СК Гейминг контролирует стандартные позиции. Но СНАКС, если не зачекает, а он сам лезет. Поэтому колдзеры делают минус. Если бы он сыграл немножко холдово, может быть, оформил себе фраг. Но если бы ДК бы. В итоге Паша, вот это да. Дизерт Игл Мейсер показывает, что он готов. Как бы вы ни критиковали, он все равно будет убивать людей. Но это уже начинается на форсбай. Команда Virtus.pro зачекал сейчас Тако игрока справа. Или не зачекал. Может, там расходился смок. Он не сразу задетектил силуэт. А Нео со скаута тут, наверное, попытается как-то попортить жизнь Тако. И медленно игра, сверхмедленно играет команда СК. Тако продолжает сейчас жить. А Паша пытается еще один фраг сделать. Минус по колдзеру. Пол хп отрубает сразу же. И сам живет на тот же фоллинг. Тут уже фоллинг с калашом. Зачекает явно позицию Паши. Да, минус делает по ноге. Отстрелит ему коленную чашечку. И тем самым убивая человека. Вот ты бы подумал, что человека может убить просто выстрел в коленную чашечку. Фоллин на банане. Действует довольно агрессивно. Чекают все нычки. Тасте временем у нас за контейнером. Старается отстрелить выходящих на себя. Прилетает много гранат. Но не везет. Виктору Уайтазу не сумела настреливать головы своих хайперников. Правда, есть Нео на банке. И Нео должен поработать очень хорошо. Вешать хэдшоты. Тут у МПшка в упоре. Против Мухи это, конечно же, имба. Потому что ты можешь прыгать, бегать и стрелять. А Муху, конечно же, хэдшот не попадет. Но это очень тяжело. Естественно, в зуме переводиться на прыгающего оппонента. Бьяри. Тем временем сейвит АК-47. Но это 2-0 в пользу СК-гейминг. Да, но Virtus.pro, если за сейвит Бьяри, будут халявные деньги. Другие в дальнейшем это скажутся на том, что смогут оформить в Virtus.pro себе снайперские винтовки. Вот я хотел немножко поговорить о том, что в некоторых командах, если у кого-то не снайпера есть деньги на снайперскую винтовку, а у человека, который играет в штатном снайпере, у него, например, 4-700. И его тиммейт не дропает снайперскую винтовку. То есть его закуп без АВП. Вот почему так происходит? Почему он не идет про дроп? Дофиг его знает. Если честно. Тут нужно в любом случае сохранять оружие и играть очень-очень аккуратно. Ну и Бьяли справился. Засейвил на террасском респауне, в нычке. Там у нас на оверпассе найти очень трудно. Как на Коблстоуне. Это две карты, наверное, сопоставимы по размеру. И тут, конечно же, если ты уходишь куда-то на Т-спаун, тебя никак не найти. Только если знать. Фоллэн откидывает у нас коктейль на зигзаг. Так, а рядом. Ребята занимают свои точки. Калаш у Бьяли остался. Действует на длине. Ферр решил здесь сыграть довольно, кстати, не с его. Хотя нет, сыграет аккуратно. Так, а забирает Нео при этом на Б-плейнете. Ферр пытается обойти, но Калдира, естественно, должен помочь. И команде Virtus.pro по-хорошему стоит отойти. Ну да, тут все-таки Тимплейно играет СК Гейминг. Они вот такие вот щипцы оформляют в противника, который выходит. С двух сторон настреливают. Ферр еще один делает минус. Но вот Бьяли. А вот он Калашников, который поздновато начинает открываться. Теперь по Бьяли есть информация. Уже бомба бежит, но бомба не успеет. Должен быть поставлено. Калдзер делает трипл килл в этом раунде. 3-0. Но Virtus.pro сейчас будут как раз такие девайсы. Но вот без снайп-скаментовки. А может быть кто-нибудь возьмет. Нет, не стали брать. Пять кольтов будут сейчас у команды ВП. СК же имеют снайп-скаментовку Fallen себе оформляет этот девайс. UMP атака. И, по-моему, говоря, кстати говоря, Fallen купил еще в прошлом раунде без снайп с АВП. Да, у него 4300 потрачено. Да, это сейчас с прошлого раунда. В любом случае закуп у той другой команды. Эмочки у нас у Virtus.pro. И, конечно же, козырем для СК является Fallen с АВП. Но поляки решили организовать... Охо-хо-хо-хо! Охо-хо-хо! Две эмки! Это вообще ни на что не налазит. Поджимает зигзаг. Но благо Паша и Снакс отыграли значительно лучше. Так, а все-таки с FNX погибли. Но СК получили инфу. Они знают, что два человека играть в туннели и могут просто заходить на Аплент. Но не торопятся, кстати. И это хороший бонус для Virtus.pro. Потому что если бы СК заходили уже на Аплент втроем, они бы справлялись с одним, скорее всего, Нео. И забирали бы еще один раунд. Ну а так шансы появляются. Играют аккуратно в области фонтана, заходят в начало банана и будут действовать в направлении Аплента. Да, но это где остается Снакс. На Абпленту на перетяжке играет Паша. У него 9 хп всего лишь. И Нео сейчас должен отыгрывать как на Дримхаке на Верпассе. Как цепной пес на Апленту, который не пропустит на чужую территорию противника. Ну и Кулдзер начинает раскидку. Будет выход на Аплент команды СК. 50 секунд до конца. Ферр вырубает одним патроном Нео. Ну и все, заканчивается сейчас, мне кажется. Виртуз про этот раунд не в их пользу. Снакс, такое ощущение, как будто постараюсь сейчас сделать ретейк. Но нет. Нет, нет, нет. Паша говорит, слушай, друг, тут их трое. Бомбы поставлены. У меня лох хп. Давай отойдем, давай засейвим. И это четвертый раунд для команды СК. В атаке пока что они не чувствуют в себе равных. Фоллен пока АВП не работает. Зато работает Тако, который вот этот пуш на зигзаг. Как его там не разменяли, я не представляю. Если бы еще секунд пять было вот так, он бы уже зашел на плент. Либо с разворота забрал коннектор. В любом случае, СК гейминг вот с помощью вот этого раннего пуша смогли себе оформить преимущество, которое, в принципе, и реализовали. Сейчас Ферр еще может Пашу оформить. Также и это 4-0. Виртуз Прога. Вот это, конечно, провал. Может им стоить очень больших денег. Два кольта останется на следующий раунд. Хотя уже один. Это будет СНАКС, которого уже не добегут. И это уже можно сказать, что пятый раунд для СК гейминг автоматом. Денег ОВП нету. Будут играть с одним кольтом. Ну и преимущество для СК сейчас будет с геометрической прогрессией увеличиваться. Ну, пока что СК лидирует. И самое главное, счет 4-0. И по игре видно, что ребята более подготовлены, конечно же, к карте Оверпасс. Они не зря выбирали ее своей. И вот то, о чем мы говорили в начале, опыт. Опыт у команды СК здесь игровой намного лучше. И если брать в целом Оверпасс, может быть, не намного. Но, с другой стороны, 7 или 8 карт, ты говорил, они играли буквально за последнее время. Это, конечно же, очень круто. А вот у команды Виртус Про остались только зарубы, наверное, с командой Астралис и то. О, там они были очень давно. Очень давно. Но это Эль Классика на Оверпассе. Вот что я могу вспомнить. Виртус Про против Астралис. Снак с тем временем пытался предстрелять длину. Но приходит ФР и вот такой вот спрей в тело. Минус игрок команды ВП. Снова преимущество за СК. А вот и Тако подключается. Идет минус по Таузу, который решил поджать Б-плент. Но Тако это вот скрытый ниндзя. Он играет постоянно под Б-плентом. Кого-то находит ФНИКС. Получает по голове и добивает патроном Бьяли. Сейчас прострелом ФНИКС. Это единственный пока что фраг от команды ВП. Но бит и ФР. И, возможно, еще один какой-то минус сделать Виртус Про. У Паши имеется Кольт. И, может быть, с этим Кольтом что-то сделать. Но нет. Он выходит прямо на ФР, который дождался-таки поджима. Кольт улетает в небеси. И команды Виртус Про даже не знают, что им делать. С одной стороны, надо идти на Аплент. Но там очень много народу. Нео перетягивается. Но с П-250 тут сложно что-либо сделать. Это, как я говорил, патрон для команды СК. И дальше будет еще один закуп. Может быть, не хватает Виртус Про какой-то снайпской винтовки. Которая может издалека противника отрезать. Но вот на лонг СК гейминг очень часто делают какие-то поползновения. На центре какого-то выхода на шары с авиком не хватает. Чтобы с самого начала себя оформить преимущество. И дальше уже отыгрывать 4 в 5. Биали один против троих. И 4 в 5. Тут Виртус Про по-хорошему. Наверное, нужно ставить паузу уже. И уже пытаться, наверное, играть не так, как они буквально 5 раундов назад общались по игре. Они в любом случае пытались наладить коммуникацию, наверное, друг с другом. Напомнить себе какие-то стандартные тактики. Но в итоге я бы посоветовал им все забыть. И играть абсолютно не так, как-то нестандартно. Не знаю, пушить постоянно, что ли. Играть связками. Хотя они пытались, например, 2 на зиге сыграть. Агрессивно так их пережал из УМПшки. Растворил кислоте. 2 в туннеле, да. И вот такое уже, в принципе, было. Ну, не знаю, 5-0, пока игра очень вяла. Хотя, опять же, почему вот сейчас нельзя взять раунд? Мне кажется, Виртуз Про это понимает и постарается. Поэтому, может быть, слишком мы, не знаю, к Виртуз Про относимся несправедливо. Потому что, может быть, сейчас все и начнется. Ну, закуп. Есть знак со снайперской винтовкой. Находится, правда, не там, где выходит. Сейчас так. Атаку любителей так вот на шифте выползать. Видит, бьяли, попадает по голове. Но нет, не попадает Атака в голову. Бьяли как раз-таки Аимед и заказ 47-го. Хорошая работа. Но Атака, опять же, собрал инфу для своих парней. Он сказал, что сейчас минимум 2 у нас находятся на Б-Пленте. И, естественно, от этой информации могут отталкиваться тиммейты. Но, с другой стороны, что такого в этой инфе? И так понятно, что минимум 2 должно быть как раз-таки на Б-Пленте. И третий всегда может подойти. SK Gaming стоят в начале банана. Бомба у них. Тем временем через туннели прошел ФНХ. Точнее, это не туннели. Это под Б у нас. ФНХ чекает стандартный буст. Там на деревях и часто прыгает у нас один из игроков защиты. Фоллан делает выстрел с АВП по Апленту. Забирают бомбу ребята. И стягиваются на точку Б. И тут как раз-таки по инфе така действуют два человека. Действуют они дефолтно. Вяля играет за колонной. Рядом с ним в малых песках находится Тастик. Чекает зигзаг. Ну и SK Gaming, скорее всего, будет сейчас раскидывать гранаты и сразу выходить. Да. Фарргрэш сейчас сентрифрагера в команде SK. На данный момент. Вяля минус по Бьяля. А вот на этот раз он все-таки попадает по голове. И Таст остается только один. На Б-планту ловят все флешки, ловят все молоты, ловят все гранаты. В итоге сгорает. Нео открывается девятка. Но теперь его позиция известна. Он еще и дропнулся. Его также замечают. Бомба ставится. Но ставится она прямо под всех игроков команды SK. Паша, правда, уже прошел в смоке. ФНХ видит игрока. Минус от ФНХ. Прикрывает спину своему тиммейту. Ну и остается совсем чуть-чуть команда SK, чтобы оформить шестой для себя раунд. Снакс с авиком делает минус по ФНХ, дропается на воду. Его слышал Клдзер и остается теперь Снаксу сделать минус по Клдзер. Смока нету, китов нету. Ноу-зум какой Снакс! Вот это да! Он даже не прицелился. Может быть какой-то фаззум оформил. Но это было что-то невероятное. Но он попытался опять-таки сделать фаззум. Но Фоллен играет очень внимательно. Пошел давить сейчас ФНХ и минус от Фоллена. Господи, боже мой, ты бы видел этот хэшшот. Ты бы видел этот ноу-зум от Снакса. Он зарядил невероятный фаззум. Это я даже могу себе предположить. Но вот это было невероятно. Клдзер вышел и это было очень круто. Ты меня сейчас так хорошо спалил, что я общаюсь с чатом. Нет, в плане, может быть, ты бы видел этот фаззум. Да я на самом деле все видел. Великолепно сыграл у нас с Накс. Но в конце немножко не повезло. Пытался он без зума отстелить Фоллена. Фоллен все-таки понял, что его пушат. Переключился на тег девятый и сделал отличный молниеносный хэшот. Пауза от команды Virtus.pro все-таки 6-0. Видят они, что игра не заладилась, что нужно что-то менять. Ну и денег не особо много. Фамасы пока что могут позволить себе поляки. Убияли при этом 6000, может быть, дроп снайперской винтовки. Ну и должны уже, в принципе, начинать игру. 30 секунд очень быстро проходит. Ну и вот админ пишет в конце сразу время. И после этой команды моментально нужно отжимать паузу. Да, 6-0 Virtus.pro сейчас. Ну, очень сложная у них ситуация. 0-6 лететь. Не только сложный по экономике, не только по раундам. Но и сейчас очень сложно им собраться. Будет вот у себя в голове включить себя на полную мощность. И я даже не знаю. Слова заканчиваются о том, что можно сказать про Virtus.pro. Плохо? Все очень плохо? Не, ну Virtus.pro нужно сейчас, опять же, расковывание, жестче играть. Пытаться какие-то сверхусилия демонстрировать. Опять же, Neo должен сейчас. Вот такие вылазки. Индивидуальная игра должна быть сейчас значительно сильнее. Потому что командной игры и подготовленности на карте оверпасс, как мы видим, нет. Но когда нет командной игры, конечно же, только индивидуальный уровень игры может выручить. Но мы знаем, насколько хороши СНАКС, насколько круто отыгрывает ТАСС. Neo включается порой. Поэтому, ну, можно. Можно победить. Нужно, опять же, поверить в себя. Вера у команды Virtus.pro колоссальная. СНАКС делает два кила уже в этом раунде. Ну, вот я и говорил, поджать. Но еще два раунда назад, говорил, вдруг, может быть, СНАКСу взять снайпскую винтовку. Или кому-то игроков команды Virtus.pro поджать шары. И вот он на ВП. Вот он на поджим. Со снайпской винтовки делает два фрага. И команда SK Gaming, 50 секунд до конца раунда, надо что-то делать. А что ты будешь делать? И на центре все это происходило. Информации противнику никакой нет. Ну, вот зачем же Нео жмет сейчас Б-плент? Преимущество и так хорошее. Но при этом удалось все-таки Нео не погибнуть и понять, что вблизи Б-плента находится так. Атака непонятные гранаты откидывает. И вот Нео дальше пушит. Но он, видимо, не ожидал, что Нео будет настолько наглым персонажем. Хотя Нео решил просто с П-250 убить абсолютно всю команду SK Gaming. Браво, Филипп Кубский. Вот он, тот индивидуальный уровень, о котором я говорил. В итоге Така, извините, с бомбой у нас действует под Б-плентом. Така пытается выйти, но и тут без шансов. Первый раунд для команды Virtus.pro. И атака, вот какой-то антитайминг. Весь раунд происходит, он достает флешку, выходит Нео. Постоял, подождал, достает флешку, выходит Нео. Достает Калашников, убирает, берет нож, выходит еще один игрок. И в итоге команда SK в единственном числе остается, только колзера и паузу ставит Фоллин. Ты посмотри, после первого же проигранного раунда SK начинает нерчить. Или же это вот сбить темп Virtus.pro. Только один отдали сразу же, чтобы охладился пыл Virtus.pro, чтобы вот этот момент камбэка заморозить. Да, абсолютно с тобой согласен. Именно для этого, скорее всего, у нас бразилец поставил паузу, потому что была пауза от VPN, не затащили раунд. Ну и Фоллин думает, так, они что-то придумали за эту паузу. А ну-ка поставлю я паузу, чтобы сбить им этот темп, и чтобы они не вырвали у нас победу. Мне, кстати, вот из пауз сегодня понравилась пауза, или последняя в игре Na'Vi Liquid на карте Dust2, когда Na'Vi проигрывали, выигрывали, точнее, там 15-6, что-то такое, да, и буквально какой-то там камбэк якобы наметился, сразу пауза от команды Na'Vi, чтобы избить темп и пообщаться, и вот понять прекрасно, что, ну, просто Liquid очень круто играет Dust2, и Na'Vi знали, что возможность камбэка довольно велика, и что, ну, никак нельзя допустить этот камбэк. И моментально поставили паузу, правда, раунды все равно отдали, но сама идея, сам посыл был довольно крутой. 6-1, пауза закончилась, пользу команды SK Gaming, хороший бай у обеих команд. Ну и у Virtus.pro. Две снайперские винтовки появляются, Snax и так играл с ней, но Neo теперь тоже обзавелся оптикой, будет играть на B-Plant 2, и это, кстати говоря, очень неплохо, потому что Тако с Калашом очень часто играет очень нагло, и снайперская винтовка эту наглость может обрубить на корню. И, посмотри, там пуш включить нам Тако, пожалуйста, да, вот он минус по тазу, поджим от Virtus.pro, очень неудачный, Бьяли тоже может нарабатывать сейчас на Калашников Атаку, у того пол-ХП как-то не бывало, но в любом случае уже ХЛП появляется под флешку, будут забирать Бьяли, еще одна флешка, еще одна флешка, и Бьяли должен умирать, но Neo, Сайка, делает минус, но уже Neo упал. Да, и есть инфа по Бьяли, Бьяли решил сыграть агрессивно, замечает, оп, какой пуш-минус, все-таки удалось, наверное, в какой-то плюс здесь выйти в этой ситуации, но команда СК снова получает инфу, они знают по Бьяли, и они догадываются, скорее всего, что еще один игрок подошел на точку Беса помогать Бьяли, поэтому, естественно, логически нужно идти на А, но они, кстати, так не делают, и Бьяли, смотри-ка, играет все равно в пуш, и остается на этой же позиции, наверное, не самая хорошая идея, потому что, ну, СК в любом случае должны здесь проверять, они знают, что Бьяли тут играл, и Бьяли как бы остается, но делает минус, забирает колдзира. С 40 секунд до конца раунда у Бьяли есть время для того, чтобы убить еще двух игроков, вид Фоллина продолжает давить сейчас своего противника, хелпы у него нет, если умрет, так умрет единственный игрок-защитник Белпентал, хотя уже пристягивается стакс, это неважно, Бьяли справляется, цзшка в руках, видит Фоллина, видит ствол игрока и минус должен еще быть до Фоллина, но еще один минус за квадрокилл от Бьяли, господи, он тащит этот раунд в соло. И то, что вот я предрекал, говорил, что только индивидуальная игра должна выручать команды Virtus.pro, и так и получается. Первый раунд на SNAXIS Neo, второй раунд просто на одном человеке. Бьяли великолепно отыграл на точке B, поджал позицию, и команда СК делает эко, и три раунда уже Virtus.pro скорее всего возьмут за КТ. Но уже есть, сначала есть с чего начинать команды Virtus.pro, этот камбэк, СК, хоть и взяли паузу, но она им это не... ну, ветра не сделала. В любом случае, это был хороший поджим от Virtus.pro, правда, поначалу все было очень нехорошо. Neo делает минус по колдзер, это эко от команды СК, SNAX еще один делает фраг, Фоллин выбивает снайпскую лунтовку, и тут же Neo делает еще одного игрока, Фоллин, еще один минус от P250, тут размен за разменом, и размена погоняет, а Neo, по-моему, решил сделать тут квадро. Видит Фоллина, да, минус четыре от Neo, это был эко-раунд, но два выбитых девайса для Virtus.pro. В любом случае, экономика подрезана. Хотя вот Паша, 9200, человек, который меньше всех умирал у него, хотя нет, меньше всех умирал Бьяли, и денег у него, ну, практически как у всех. Галилы Калаши у команды СК Гейминг, а вот у SNAXIS Neo две снайперские винтовки. Все-таки хватило у нас экономики, и команда Virtus.pro, благодаря тому, что взяли три раунда подряд, сейчас чувствует себя довольно неплохо. Паша решил поджать длину, все так же продолжают агрессивничать поляки, вместе с Бьяли, они, кстати, работают и под прикрытие SNAX, очень грамотная работа. При этом Neo с подсадочки забирает Колдира, и команда СК Гейминг начинает выход на Абплент. Neo, правда, ловит несколько флешек, слепой в малых песках, но он успевает. Еще одна флеш, Neo решил отойти, но тут без отхода никак, откидывает, правда, сам себе смочок. Во второй смок кушает ТАСС, но его приструнил FNX. Neo пытается отстрелить, начинает резать, резает, в такой ситуации режет, еще уходит на малый. Как же крут у нас Филипп Кубский, но при этом погибает SNAX, погибает Паша. Все зависит от Neo, смотрите, он на бочках, ловит Фера. Что творит этот пассажир, Neo действует очень агрессивно, смотрит зигзаг, при этом бомба уходит на Аплент. Прилетает смок как раз-таки под FNX, и как раз этот смок использует FNX себе во влагу. Уходит, скорее всего, на зиг, уходит на А, и так оставит бомбу на Пленте А. Да, машина убийств для бразильской команды пока что стоит на АП Пленту, и это в минус для них. FNX уже перемещается к своему тиммейту, очень грамотно разыграли сейчас бразильцы. В итоге Neo, сделав три фрага, может этот раунд даже не потащить. Хотя, кто знает, он выходит со спины, уже поменял ОП на коль, понимает, что в данной ситуации нужно играть именно с этим дивасом. И Neo еще квадрокену может успеть сделать эйс, Тако находится в спине. Тако, ну, не знаю, знает ли Neo то, что его входит? Его никто здесь не проверит, потому что Тако выбрал очень хороший тайминг. Он ушел через длину, в итоге все думают, что он где-то на банке находится. И у Тако преимущество, но при этом его контролируют все-таки два оппонента. Тако играет очень аккуратно, перестреливает его, бьяли, и все-таки Virtus.pro берет еще один раунд. Опять крутая индивидуальная игра. Филипп Кубски отстрелил троих и зарезал Фоллена. Он играет просто как... Батька? Батька. Великолепная работа. Старина Neo включается как никогда. Пять раундов остается до конца первой половины. Вот Neo. Вот у Neo на оверпассе. Я говорю то, что вот, может быть, на Мираже у него не получалось. Может быть, это не его карта. Есть игроки, которым некомфортно либо Dust, либо Inferno, либо Nuke, не знаю, там, оверпасс. Но вот Neo сейчас показывает то, что это его карта и то, что он даже на чужом пике сможет показывать то, чего от него ожидают. И посмотри, как интересно играет СК. Они уже спрятались в монстре, по стойке заходят. Но да, сделают минус по фейру. Это эко-раунд от команды СК Гейминг. Бразильцы пытаются зайти на Бэк Плэнт. Есть минус от ФНХ и Neo размей своего тиммейта. Neo продолжает свою серию фрагов. Уже подряд, можно сказать, что он сделал пять фрагов подряд, не умерев. И бомба поставлена. Вот минимум свой сделали в СК Гейминг. В итоге Neo еще один фраг себя оформляет. Два в четыре. Снакс уже с девятки делает минус по ФНХ. Последний кулдзер с ТК-9. Но и тут ему уже мало что светит. Он слышит противника, он слышит, где они бегают. Но этой информации ему мало что дает. Но как он врывается из Снакс? Юспа, спасая своего тиммейта. Бомба дефьюится 5-6. Кряту берет пять раундов команды Virtus.pro. Экономику укрепляют. И СК Гейминг, мне кажется, что скоро поставит вторую свою паузу. Отличная игра от Virtus.pro. У команды, у которой ничего не получалось поначалу, начинает все-таки удаваться игра. И они берут раунд за раундом. Пять подряд. Поляки на коне. У них довольно много теперь денег. Могут в любом случае два раунда подряд закупаться. Ну и команде СК пора придумывать какие-то новые тактики. Потому что они пока что лидируют. Но лидерство это довольно сомнительное. И в еще один раунд команда Virtus.pro оформит временную ничью. Ну вот играет сейчас медленно на СК Гейминг. Они до этого пытались сыграть как-то в пуш, в ранние тайминги выйти. В итоге фэр. На детской площадке стоит и ждет поджима с лонга. Причем это делают в закрытую. А Virtus.pro уже заняли лонг втроем. Что самое интересное. Нео играет сейчас без снайп-сквинтовки. С Кальтом ему удобнее играть. И Снакс контролит как раз-таки выход на лонг. Если сейчас выйдут на БСК Гейминг, это будет легкий раунд для них. Хотя кто знает, как сыграть Virtus.pro на ретейке. Вот этого мы еще не видели. В основном ретейк был против Эка. Ретейк, когда Нео сделал минус 4, там даже не то что ретейк. Там была просто бойня. Там была бойня на пленту, где Нео смог спасти свою команду. Но и бомба лежит. СК очень далеко. Это понимается так, что СК будет играть на очень поздних таймингах, как это было на Мираже. И вот сейчас Ферр, конечно, чудо Молотов тренировал, наверное, очень долго. И он у него получился, если он тренировал его. Ну, получился это такое. Но Молотов в итоге демиджа не нанес, поэтому неважно. Така чекает у нас пока что точку B. На зиге действует А. Сыграет агрессивно. Попадает неплохо в Така. Хороший хэдшот. Така в итоге перевелся потом на тело и забрал его уже без шансов. Ну и никакого размена не последовало. При этом Паша Бицепс обошел через длину, ловит ФНХа. Команда СК Гейминг, такое впечатление, как будто поплыло. Что с этими парнями? Отличная работа от Virtus.pro. Паша, еще один хил. Начинает доминировать у нас Ярослав. Ферр тем временем откидывает смок на бомбу. Откидывает хэшку в малые пески. Но опять же, Нео, по-моему, это не помеха. Нео играет круто. Нет, Ферр прикрывает позицию. Приходит, правда, Бьяли на помощь. Критис! И сгорает у нас Критис. Ира, еще один раунд для Virtus.pro. Это 6-6 временная ничья. Вот, знаешь, напоминают мне, когда играли против Натиков в ВП, сначала они выиграли 5 раундов, потом проиграли 5 раундов, а потом опять взяли 5 раундов. То есть сейчас СК взяли 6, сейчас взяли обратку Virtus.pro 6. И по статистике СК должны сейчас брать 3, и потом уже на первой половине Virtus.pro должны сделать 9-9. Опять нас к нотс идут. Самое интересное, что есть борьба. То, что Virtus.pro включились, и вот этот вот момент, когда нужно было делать камбэк с 0.6, они его сделали. Да уж, кто бы мог подумать, что Virtus.pro… Ну, все, наверное, на самом деле не хоронили команды Virtus.pro до конца, потому что знают, насколько все-таки опытные эти ребята. Несмотря на то, что практики на карте Overpass у них немного в этом месяце, они-то понимали, что нужно просто индивидуально играть сильно. И у них это получается. Два кила снова с Naxxen'ы оформляют из авиков. Cold Zero занимает вместе с Fallen'ом при этом область фонтанов, чекают туннели, но на них, скорее всего, никто не выйдет. Через двери уходят у нас игроки защиты. Но и в этот момент почему-то не действует у нас Fair через длину. Команда Fallen'а стала очень плохо принимать инфу. Потому что в теории, конечно же, Fair должен был понимать, что два как минимум на B, два в туннеле, и, естественно, всего один на Апленте. И нужно в меньшинственном большинстве рисковать, выходить и делать килл. Fallen погибает от Neo, Fair врывается через смок. Бьяли его моментально разваливает. Остается Cold Zero один против всех. И это победа команды Virtus.pro в еще одном раунде. 7-6, выходят вперед уже поляки. Я просто не понимаю, что происходит с СК. Атаку уже который раз выходит и умирает на B-плент. Неужели он не понимает то, что после двух поджимов, когда он сначала не забрал Бьяли в бок, когда он двоих забрал на шорте, почему он лезет дальше на шорт? Он уже который раз умирает первым. И который раз его отстреливают уже Neo с посадки с АВП. И опять-таки в коннекторе тоже летят минуса на ВП. Сейчас Virtus.pro держится вся оборона. И держится оборона на Neo. Надо СК как-то, может быть, сыграть под Аплент через Лонг. Они пока не пытались. Это только Фера запускает туда. Дефолт свой играет СК Гейминг. И не изменяет себе. Вот только сейчас они всей толпой решили сыграть под Б-плент. Там играет три человека у команды ВП. Таз играет в упоре. Хорошая флешка. Минус от Фоллина. Колзера прилипует забирает Таза. Neo промахивается с АВП. Еще забирает его ФНХ. Ну и вот она ответочка. Вот она ответочка от СК. Будет счет 8-7. И вот к чью пользу мы узнаем в следующем раунде. Хотя вот Паша, он еще не сдается. Возможно, будет какой-то сейчас камбэк в раунде. Граната залетает, но Колзера не взрывается. Ну, Паша на шифте действует вместе с своим тиммейтом. Ребята проверяют плен. Тем временем у СНАКСа хороший шанс для того, чтобы забрать Фоллина. Правда, Колзера сумела встретить Пашу Бицепса. И все-таки 7-7. Опять ничья. Последний раунд, ну, пока что не знаем, для кого залетит. Но благо для одних и для вторых. Это хороший бай. СНАКС, Neo снова АВП. Все остальные берут эмки. АВП от Фоллина и 4 калаша. Ну, полякам, точнее, СК нужно было отдать. Сколько? 7 раундов подряд команде Virtus.pro, чтобы, наконец-то, успешно выйти на B-Plant. Однозначно, как бы сторона не закончилась, победа или СК, гейминг или команды Virtus.pro, в любом случае, это большая победа для поляков. Именно они проигрывали 6-0 и сумели практически сравнять счет. Neo забирает ТАКО. Опять ТАКО. Ну, что происходит с этим человеком? Вновь, опять, снова этот человек выходит на B-Plant, получает свой подарок свинцовый и получает фраг у нас с Neo. Ну, и интересная позиция у СНАКС. Он с ВП играет на шарах. Его никто не чекает. Он заходит в спину двоим. Ну, и первый пошел. Второго не заберет. Ну, правда, уже позиция. Его известно. В спину заходит на лонг. И, видимо, сейчас ВП возьмут этот раунд, потому что ФНХ красный. Остается колд-зеро и ФР. Но он колд-зеро тот еще. Форсбайщик. У-у-у, все. СНАКС тут разваливает Соло. Всю команду SK Gaming и Virtus.pro выигрывают восьмой. Хотя вот колд-зеро, мы знаем то, что он может, то, что он постарается, по крайней мере, это сделать. У него остается 50 секунд плюс-минус до конца раунда. Таз хорошая позиция. Но вот колд-зеро, я думаю, прочекает. Не все потеряно для бразильца. Смотрим, что тут будет. Нет, все-таки колд-зеро не успевает перевестись на таза. 8-7. И Virtus.pro еще с 0-6 берут 8-7 первую половину. Да, это результат. Поляки, которые смотрелись поначалу очень плохо, сумели затащить первую половину. И теперь все становится не так однозначно, дорогие зрители. Вроде как первую карту забрали у нас SK Gaming. Mirage выбор Virtus.pro. Теперь Overpass выбор команды SK Gaming. Но поляки за КТ. Вместо того, чтобы проиграть с разгромным счетом, а поначалу все вроде как должно было быть именно так, как Virtus.pro отвечают и побеждают 8-7. Браво. Вот она статистика. Посмотри, это жесть. Нео и Бьяли. Два игрока. Ну, Снакс еще подключился. То есть втроем. Втроем игроки команды Virtus.pro сейчас обыграли SK Gaming за КТ. Потому что у Таза и Паши 5,4 фрага. Это, конечно, очень мало. Великолепно. То есть когда нужно включиться индивидуально, Virtus.pro сумели это сделать. Ну, как ты уже говорила, соглашусь только на соло скеле сейчас выехали. Virtus.pro где-то ошиблись бразильцы. Опять тот же Тако. Да, он поначалу проявлял агрессию на B-Plant 2. И только после того, как команда SK вышла на B-Plant всей толпой, а не по одному, они взяли раунд. После того, как Тако сделал две попытки выйти на B-Plant, одну из них удачную, а вторую нет. Три раунда или даже четыре гряду подряд он там ложился костьми. Посмотрим, что вы в защите. Команда SK тоже может показать мастер-класс в защите. Virtus.pro сейчас постараются обговорить все свои тактики. Но вряд ли все, конечно. В любом случае у них есть заготовки. Они в августе играли. Три оверпасса, но последние, по крайней мере, сколько я помню, они выигрывали на допах. То есть в любом случае сейчас могут быть опять-таки допы. Могут быть. Велик шанс. Потому что снова тут пистолетка не так сильно решает. Даже если возьмут или Virtus.pro или SkyGaming. Можно, во-первых, форсить на карте оверпасс. Это очень популярно. Решение популярно, наверное, на всех картах. Но реализация на оверпассе как раз-таки, наверное, довольно велика. И самое главное, даже если 3.0 кто-то поведет, или 10.8, или 11.7 в пользу Virtus.pro, все равно первый бай 1.2, и ты можешь сравняться. Поэтому опять мы получаем ту же картину, как и на Мираже. Мы не понимаем, кто же победит. И никакой инфы в этом плане у нас нет. Да, я с тобой полностью согласен. Ты все говоришь правильно. Ну что же, когда у нас не очень раз игра, видимо, очень долго общается Virtus.pro между собой. С другой стороны, и в СК есть о чем поговорить. Например, о том, как сделать расстановку, послушать, может быть, своего тренера, который у них вроде бы как есть. В любом случае, команды готовились друг к другу, и у них есть какая-то информация, кто как играет. Ну, я скажу еще, что все-таки тазу с Пашей Бицепсом нужно включаться, ровно как и Тако в команде Skygaming вместе с FNX, потому что этих парней не хватает. С одной стороны, говорим, троих игроков хватило. С другой стороны, по сути, 3 на 3 идет игра, потому что Тако очень много ошибался за атаку. Его постоянно уносили первым. Естественно, так играть нельзя. Но вроде как написали ребята слово Ready. Магическое, да. И тиканье у нас, скорее всего, сейчас проходит. Отчет, наверное. Время пошло. Время пошло, да. Раунд начинается. Давайте смотреть. Virtus.pro против SK Gaming. Пистолетный раунд. Fallen взял DeFuzze, все остальные взяли авики. Ну и Virtus.pro тоже играет с арморами. Neo взял Раскид. Ну что же, Фер играет под Беплентом. На суппорте у него играть будет Тако. Virtus.pro также близко находится к ColdZero. Укрепляет сейчас Беплент. Игроки команды SK Gaming. Ну а Virtus.pro уже заняли позиции близкие к коннектору. Два игрока под Б. И опять-таки вот не торопится. Пока Virtus.pro открывает где-либо. ТАСС чекает метро. Вдруг SK какие-то тактики галактики поджимы на центре, поджимы метро. И никто ошибаться не хочет. Минута 18 до конца. Еще время есть у Virtus.pro и ColdZero. Вот сейчас он должен начекать с NAX. Дверь откроется. Но посмотри, Virtus.pro они... Очень медленно играют. Все все-таки понимают, насколько важна эта пистолетка. Мы вроде как говорили, что не так она важна. Но для Virtus.pro или для SK Gaming в любом случае 2-3 раунда. Это очень приятный хэндикап. И его нужно использовать. Начинается раскидка точки Б. Тут два человека у нас играют за бочками. Тем временем один крячется. Один играет агрессивно. Но ТАСС проверяет и одного, и второго. Таку удалось забрать Нео. ColdZero играет на HLPS US. В конце старается перестрелять соперников. Не аимят два человека в малых песках. ТАСС играет очень агрессивно. FNX принимает информацию. ColdZero удалось забрать Яли. Но при этом ТАСС разваливает голову. И сегодня знатно именно за террористов. И как раз-таки именно ТАССа не хватало у нас в первой половине. Но в пистолетном раунде Виктор Войтас зарешал. Прилетает смок на хэлпу. ColdZero здесь один против троих. И это без шансов. 9-7. Virtus.pro берут еще один раунд. Вот ты говорил им включиться. Они тебя услышали, видимо. Потому что только Паш и только ТАСС сделали раунд. Сделали раунд в своей команде. По три-два фрага, соответственно, сделали. И по статистике немножко поднялись. Вот 9-7. Virtus.pro выходит вперед уже на два раунда. Форсится SK Gaming. Видим скаут от Fallen. 30 звешки. Дигл. И неплохая была засада на Бэпленту. На бочках. Просто повезло то, что спалили сразу же второго человека Virtus.pro. И засада это не сработала. Там не совсем грамотно играл у нас Така. Он должен был не к тиммейту бежать слепым, а наоборот. Вот неважно, умирать как бы, но при этом отводить прицел. Тогда бы второго не проверили, скорее всего. А так как он убегал влево, естественно, ТАСС и его убил, и второго увидел. И получилось абсолютно не то, что хотелось. То есть, ну, это явно индивидуальная ошибка Атака. Ему, скорее всего, команда SK Gaming после этой игры, ну, если будет какой-то разбор, объяснит, что да как. Fallen, тем временем, со скаутом чекает банан, чекает длину, замечает соперника. Стреляет неплохо по длине, попадает. Еще прострелом. Да, кстати, два практически фрага он мог только что сделать, если бы попал в хэт. Но Нео с Тазом просто просели. Fallen все-таки погибает на коннекторе за контейнером. Тем временем бомба устанавливается, и, по-моему, команда SK Gaming уходит сразу же на сейв. Они угадывали, играют со вторыми арморами плюс пистолетами, и в следующем раунде постараются их реализовать. Но, кстати говоря, если сейчас Virtus.pro пойдет выбивать эти самые девайсы, то, скорее всего, SK могут обзавестись парой-тройкой калашей. Да, поэтому не нужно абсолютно выходить на эти ЦЗшки. Нужно просто сейвить вместе, хотя Virtus.pro решили все-таки найти соперника по одному. Это не самое правильное решение. Действительно, можно просто накормить команду SK Gaming сейчас фармганами, и в следующем раунде SK получит, возможно, преимущество. Ну, вот и Биаля сейчас как раз вылезает на ЦЗшку. Нет, не стал. Не, не полез. А вот FNX находит минус от Спаснакса, выбивает одного из игроков, которого задел Fallen. Еще один фраг от Фера. Ну, конечно, девайс он забрать не успеет, но зато себе денежку оформил, выбил какой-то девайс из Биаля. Это, по-моему, как раз таки был Калашников один из двух. И, нет, хотя нет, Калашников, видим, Таз, Паша. Да, там был какой-то фармган, MP7 как раз таки был. Ну, и еще один эйк от SK Gaming. Три вторых армора. Есть уже УЗишка у Фера. И Fallen вместе с FNX сейчас, скорее всего, будут пушить метро. Куда у нас очень часто спускается один из игроков команды Virtus.pro. Это Таз сейчас с Калашником. Будет ждать, как раз таки этого самого поджима. Он на пистолетке, примерно, так же отыгрывал. Раз, чек, ушел, чек, отошел. И тут засада от SK Gaming. Они вот знают, что кто-то будет в коннекторе. Я думаю, что на девайсах, примерно, так же будут играть бразильская команда. И на Апленту вообще никого нет. Сверху только FNX находится с СЗшкой. И если он умрет, то Аплент будет пустой. А Neo не торопится со своим скаутом. Не торопится вся команда Virtus.pro. Они понимают, что там у противника были выбиты девайсы противниками. У них они есть. И сейчас нужно свой каждый шаг продумывать, где выйти, какую флешку закинуть. Ну, тут самое страшное. Если отдать тот раунд Virtus.pro за проигрыш девайсов в прошлом, в итоге получат ноль экономики и все будет очень плохо. Но выход успешный на точку B. Кстати, засада здесь была, но не удалось. Команде SK Gaming ровным счетом ничего. Fallon хоть и делает один минус, но погибает уже три человека. Coldzira попросил подсадочку на зигзаге. Бомба устанавливается. Паша бицепс ее ставит. Coldzira пытается, смог кого-то найти, но не получилось. Смог слишком большой. Паша подкрался под цемент. Замечает в углу Coldzira, но тот делает свой килл СЗ. Правда, ответ от Neo и Snax. Минус Cold, минус Fallon. 11-7 за Virtus.pro. Да, Virtus.pro сейчас начали сноубол небольшой устраивать. Очень важный раунд для SK Gaming в первую очередь. Если они выигрывают, то будет 1-8, будет борьба. Если же Virtus.pro берут 12-й, следующий автомат, там будет 13-й, потому что денег у SK не будет. Поэтому раунд сейчас для WP тоже важен. Если они хотят увидеть нюк, если они хотят нам показать свой нюк, то вполне возможно все будет завести именно здесь. Хотя у SK потом еще будет один девайсный. Если по хронологии проводить того, что в Virtus.pro сейчас возьмут подряд два девайсных раунда, то SK закончит этот матч со счетом 16-7. Но это все доводы, все философия и теория, гипотеза которых пока не подтверждена. Fallon сави как говорят в туалетах, Паша откидывает ему хороший молотов, но и у Смачок тут обновляет Павел. И в итоге Virtus.pro в итоге проходит он оба-плэн. Это фейк от Паши, который стянул на себя практически полкоманды SK Gaming. И тут засада от Virtus.pro это какая-то заготовочка домашняя от поляков, которая вполне себе реально сработает. Один только колд-зеро. На бэпленту халпует ему тако и будет приниматься выход в два ствола. Fallon пока что принимает длину. Ну а таз ловит момент, хороший на точке B, чекает бочки. Заходит агрессивно, стреляет моментально колд-зеро. Фер отвечает, но позицию Virtus.pro уже намного лучше. Фер погибает, так, правда, ловит таза. Паша биться, встягивается к тиммейтам. Хотя, наверное, стоило ходить через А-плэнт и обходить своих оппонентов как раз-таки в спину. Снакс залез слишком высоко. Какая же позиция плохая. Да, у него слишком мало хп было. Но Снакс, видимо, думал, что рискну и сейчас покажу свою феноменальную стрельбу. Но не получилось. А вот феноменальную стрельбу демонстрирует Нео вместе с Пашей. Они сейчас, возможно, стреляют хелпул. Fallon, правда, приходит с балкона, делает килл. Ну и теперь нужно жить. Паша один на один против тако, жмет и Паша проигрывает этот раунд. Как же важно было все-таки отстрелить сейчас тако. 12-7 тогда бы был счет. И 13-й раунд, скорее всего, тоже забирали бы Virtus.pro. Ну а так, SK Gaming, восьмой. И у них, по сути, будет байк. Да, 1-8 SK Gaming сейчас тащит невероятно важный раунд для себя, чтобы далеко противника не отпускать, чтобы каждый раунд не был на вес золота. Для них сейчас он, ну, примерно серебро, так скажем. И на последний день закупаются Virtus.pro. Они теряли постепенно по одному, два, три девайса в раунде. И сейчас они закупаются на последние деньги. АВП появляется у Снакса. Дробовик у Фера и не добежал, кстати говоря. Тако до снайп скантовки Fallon. Я думаю, что это не самое плохое, что могло произойти с SK. Это быстрый выход от Таза. Таз проваливается. Сейчас по таймингам отпускает Тако. И Тако спреет. И попадает во пульки Таз. Делает минус по атаку. Очень быстрый выход от колд-зера. Минус по Паше. Еще одно с первой тренировали. Паша. Паша, Паша. Проваливается Бьяли. Зато делает минус по колд-зера. Бомба уже ставится в большинстве. Команда Virtus.pro битый Бьяли. Битый Таз. Минус от ФНХ. По ногам стреляет Нео. Еще один минус от ФНХ. Врывается он с Фамасом. Делает два фрага. В итоге Бьяли находится под монстром Соло. Заходит со спины. Нет, Нео не пошел. С дробовиками. Но сделает фэр. И это девятый для СК. Еще один невероятно важный раунд. Тащит СК Гейминг. Бомба стояла. И недоигрывают немножко игроки команды Virtus.pro в самом конце. И у нас отчасти повторяется мираж. Когда все как бы уже благоволит команде Virtus.pro. Но они просто берут и отдают свое. Еще один раунд в копилку СК Гейминг. По статистике у нас отстает Паша. Таз немножко получше идет. Нео 21 на 13 фраг. Лидер. Fallen и компания сейчас вообще все сравнялись. И идут очень близко друг к другу. Ну что ж. У нас, кстати, не Forceby от команды Virtus.pro. Эко с пистолетами. Ребята испытывают серьезные трудности в плане денег. Да. И пишка от таза может быть как-то повлияет на ход раунда. Хотя, если мы посмотрим на позиции, то у команды СК они все дальние. Издалека стоит FNX. Издалека смотрит Fallen с авиком. На B-Plantoon никто не лезет. То есть СК понимает, насколько важно сейчас сравняться по счету. Не знаю, что противника либо Forceby, либо купленные пистолеты. И поэтому каждый шаг нужно продумать. Coldzero уже занял вместе с таком зигзаг. Может быть какая-то подсадка. А вот он минус по тазу. Минус его UMP. Единственный девайс какой-то был опасный для СК гейминг. Coldzero еще один минус по СНАКСу. Уже втроем остается Virtus.pro. Это десятый для СК гейминга. Может быть мы торопимся. Но в любом случае процент винрейт в этом раунде превышает даже 90%. ФВП от Fallen пока не нужна. А вот Паша. Минус по таку. Флешка неплохая залетает. Еще должны забрать Coldzero, который все-таки разменит свой тиммейт. Еще один минус от Паши. Паша и Биали в доме остаются против Fallen FNX. Есть девайсы на руках. И еще не все потеряно. Бомба уходит на Аплэнд. А может быть и не уходит. Кто знает. Очень медленно играет Virtus.pro. Время у них есть на фейке. Заходят сейчас через короткий в монстр. И забегут обратно на Б. Но там есть Fallen. Там есть FNX. И кто-то кстати вылетел у СК. Ну в любом случае сейчас раунд... Непонятно кому. Вот я все говорил. СК возьмут, СК возьмут. А в итоге что? В итоге Паша даблкил. И СК сейчас могут потерпеть поражение в этом раунде. Это будет очень обидно. Оптака все-таки вылетал. Меня этот вылет просто насторожил. Я думаю что же происходит с ним. Но возвращается довольно быстро. Продолжается у нас раунд. Команда Virtus.pro реализовывает свою М. FNX у нас все-таки погибает. Fallen остается один против двоих. Забирает Биали. Ошибается у нас игрок команды атаки. Паша тем временем ушел в большие пески. И обходит через зигзаг. Ну и Fallen вроде как его видел. И пока не догадывается, что Паша уже поменял свою позицию. У Fallen, кстати, нету смока. Это огромный бонус для Пашки. Паша проверил, что бомбы не дефузят. Fallen теперь понимает, где находится соперник. Fallen откидывает у нас с декой. Начинает просто дефузить. Паша! Что это? Как же так? Паша! Это провал. Так все хорошо было. SK Gaming. Делали два фрага. Мы уже думали все. Ну, списываемся счетов ребят. Тут раунд для SK. Потом 2 в 2. 2 в 1. Fallen. Ошибся Бьяли. Но один в один у Паши было все для того, чтобы этот раунд взять. Просто чекнистрейфом. Заставив Fallen дернуться. В итоге он выходит на два корпуса вправо. Fallen. Невероятная реакция. Видимо, успел все-таки его наджать. Дефьюз. И это провал. Это настолько и... Ну, момент на раунд, мне кажется. Момент на матч. Ну, не факт. Не, ну, конечно, если Virtus.pro бы брали, тогда бы выигрывали. И у SK Gaming, наверное, не было бы денег. И тогда действительно Virtus.pro бы побеждали. Но с другой стороны, как бы, этот раунд не должен был изначально идти в копилку. Полякам они делали эко. И, соответственно, как бы, да, Паша этот раунд отдал. Но у команды SK Gaming проседание по деньгам. У них сейчас бай. И все-таки, если Virtus.pro вот сейчас возьмут свой раунд с AK47, тогда все будет хорошо. У нас устанавливается пауза. Пишут, что у Taka вдруг начались какие-то проседания по FPS. Просят перезагрузку компьютера. Ну, естественно, Taka должен ливнуть. Правда, пока почему-то он не вышел из игры. Admin said it happens again, it will all start. Собственно, сейчас матч продолжается. Вроде как один админ написал, что человек может легко перезагрузить свой компьютер. А с другой стороны админ, который находился на поле с игроками, сказал, что, как бы, давай еще раз, еще раз подождем. Если у тебя будет такая же проблема, мы ее перезагрузим. Ну, и, соответственно, TAS пишет, что у нас, мол, тоже проседание до 150 FPS. Taka пишет, у меня 50. Тут 20. Вроде как. Я на 20 всегда играю нормально. В общем, пошла у нас стандартная перепалка, мерение FPS между игроками. Кого больше, кого меньше. Ну, Taka, может быть, так пытается объяснить сам себе и своим тиммейтам, почему он играет настолько плохо. Но, на самом-то деле… Ох уж эти Taki. Ох уж эти, да. Ну, такие игроки всегда… Ну, на самом деле, может, действительно, проблемы. Мы-то не знаем. Мы можем только разглагольствовать. Может быть, реально у Taka серьезные проседания. Хотя, ну, компьютеры не менялись. Все точно так же. И на них играли абсолютно все команды. На этом чемпионате и на сцене были многие. И поэтому, в любом случае, ну, я думаю, все-таки, что Taka преувеличивает то падение FPS, которое у него проходит. Да и вряд ли на чемпионате, на котором рекламируется 1080 GeForce… Да, поставить какие-то слабые компьютеры. …будет слабое оборудование. Тем более, это ESL. Ну, мало ли, мало ли. Хотя, опять же, 150 и 300 FPS, с одной стороны, это круто. С другой стороны, ну, на самых современных компьютерах FPS CSGO вообще там должен зашкаливать. 999, да там плюс. Тем более, игроки сейчас там не стримят, да, как бы просто играют в CS, поэтому даже там на, наверное, стареньких ПК без стрима довольно много FPS. Ну, да ладно. Опустим эту тему. Кстати, видимо, все-таки пошла у нас перезагрузка, потому что не показывают нам… Показывают нас. Показывают нас, друзья. Сеня, Петя. Комментируем для вас полуфинал чемпионата мира. SK Gaming против Virtus.pro. Вторая карта. Первую отжали у нас SK Gaming. И, соответственно, 5 АК против АВП. Fallen у MPшка и так далее. Хороший бай, что одни, что у вторых. Да, но импишка у Coldzera – это для него привычный девайс. Он может с ним отыгрывать как с кольтом. Fallen промахивается. Нужно сразу же менять свою позицию. Пошли его давить. И Fallen по стариночке. Вот так вот. Вроде бы как убежал. Но уже два фрага от Fallen. И уже Neo и Тасс не помогут своей команде. Молотов откидывается ему в лицо. Флешка Fallen живет как боженька на этой позиции. Прыгает, скочит, как Заяц, убегая от Лисы. В итоге команда SK Gaming должна взять этот раунд. 5-2. Паша падает. Снакс последний. Но, знаешь, я уже, наверное, не буду больше так говорить. А вот все тут понятно после этого раунда, когда команда Virtus.pro 2-5 чуть ли не взяла в раунд. Снакс стоит на очень закрытой позиции. Ферр, может, его даже найти, услышал. Он услышал, где прыгнул игрок, но не понял этого. Все-таки не понял. И где именно был сделан тот самый прыжок. Снакс уже два фрага оформляет, хотя сам остается красным. Но тут его спасут два хэдшота, если Fallen, конечно, не нарвется так же на выстрел противника с кольта. И сделал вид, сейчас убегает, что он Снакс. Хотя два игрока находятся в коннекторе. И у Fallen информация от тиммейтов, то, что где-то там у тебя, друг. Где-то он там. Снакс 9 хэдспоинтов рядом с Fallen. Сейчас выйдет, наверное, на шифти. И не проверяет. Что это такое? Fallen, как он не попал? Это невозможно было сделать. Но он это сделал. И в итоге Снакс ставит, по крайней мере, бомбу. Один в два есть шанс разыграть этот раунд. Так, у Колдзера соты есть по две флешки, есть киты. Но Снакс, у него есть шанс сыграть на непредсказуемости, сыграть на бомбу. Если хотя бы еще одного игрока заберет, то шанс на взятие раунда велик. Да у нас просто нереальная ситуация. Если Снакс сейчас зарешает этот раунд, тогда будет неимоверный кладь. Ну ладно. Он зарешает все-таки Колдзера, но так и приходит на прикрытие. И 5-1. Ситуация для команды СК Гейминг чуть ли не заканчивается огромным провалом. Браво Снакс, который чудом сумел перестрелять почти всех соперников. Я больше не буду так говорить, потому что все понятно. Потому что второй раз я говорю, ну 5-1. Все понятно, парни выиграют. Один в один остается в итоге. Вот это жесть. Вот это вот воля к победе. Вот Virtus.pro каждый включается на максимум в любой момент, когда это нужно. И, конечно, ошибка от Фоллина, как он промахнулся в этом моменте. У него был и прицел. У него противник выходил спиной на шифте. Либо это нервы, либо Фоллин, ну не знаю, дернул сильнее. Сыграла с инса, там нажал кнопочку, переключение на мышке. Нечаянно как-то жмякнул, у него с инса улетел, еще что-то. Но в любом случае раунд взяли СК. Как бы все было у них плохо, они все равно взяли этот раунд. Хотя экономика у них все равно страдает. Фоллин с авиком чекает длину. Команда Virtus.pro пойдет именно на него. Фоллин делает выстрел, но слепым никого не убивает. Ну, на фарт пытался играть у нас игрок защиты, но нет, не повезло в этот раз. Та, в то время проверяет туалеты, здесь никого нету. Довольно глубоко решили сыграть ребята из СК гейминг. И ничего пока не происходит. Virtus.pro решили на шифтах уйти на точку B через терреский респаун. Ну и потратят они довольно много времени. Секунд 30. Видимо, в туннелях у нас никого не было. Из-за этого Virtus.pro здесь не бегают, а играют на шифтах. Тем более, что Фоллин зачекал игроков на лонге, поэтому дал информацию им тематам, что парни, где-то вот на центре по-любому кто-то есть. И на лонге тоже кто-то там был. И информации у СК гейминга сейчас никакой нету абсолютно, где в данный момент находится Virtus.pro. Хотя вот этот Молотов, по-моему, был краски от Cold Zero. Он накидывает уже смок и поддерживает в защите. Знаешь, что такое, стенку выставил перед собой. Не хватает только противотанкового ежа. И СК гейминг. Укрепление B-планета мы не видим. Только сейчас перетягивается на B-фоллин. Через зигзаг играют игрока. И минус по Таку. Как же так? Таку вновь уже в защите проваливается. Снакс. Минус оставим с клинтовки. Минус по Cold Zero. Фера втроем остается в СК гейминг. И теперь придется СК делать выбивание, но уже 3 в 5. Да, вряд ли они будут делать выбивание. Они, скорее всего, засейвят. Потому что 3 в 5 выбить плен B практически нереально из тех позиций, которые есть у СК гейминг. Паш тем временем ушел на туалет, обесцеливает Фера, который играл довольно аккуратно. Но Пашке удалось сделать килл. ФНХ наказывает Пашу бицепса в ответ. Фоллин вместе с ФНХ, естественно, уйдут на сейв. Денег у нас крайне мало, судя по всему, должно быть у команды СК. Но если сейвы будут, тогда, возможно, они купят. Может быть, скинут друг другу оружие или останутся с какими-нибудь ЦЗшками. Кстати, что по экономике у нас в СК гейминг? Почти, пожалуйста, таб, чтобы посмотреть, насколько у них все плохо сейчас по экономике. Ну, мы сейчас глянем. В любом случае, даже без таба, в начале игры, слева и справа, на худах, вы можете в любом случае смотреть и киллы, и те деньги. То есть таб у нас, на самом деле, кайс-гоу не обязательно. В начале каждого раунда все и так видно. Пауза от Fallen. Я вот не обратил внимания, засейвили ли два девайса, или кто-то взорвался. Но если засейвили, тогда… Но я вижу ОВП, он там издалека и Кольт. Ну, не знаю. С одной стороны, ЭКО – это 13-й и 14-й для Virtus.pro. ФОРС – это риск, но возможность все-таки сравняться и оставить ВП без денег. Поэтому все-таки, наверное, нужно рисковать. Брать СЗ-шки и два девайса, АВП плюс МК, ну, такое реально брать. И тем более для такой великой и серьезной команды, как SK Gaming. Ну, пауза у нас должна уже заканчиваться. Пообщались у нас с SK. Будем надеяться, что это уже последняя пауза. Причем, что от одних, что от вторых. Как ты не любишь пауз. У нас 8 пауз. Ну, потому что я все-таки считаю, что темп у нас сбивается. 8, тем более, пауз. И, кстати, не по 30 секунд, а все равно больше. Потому что для зрителя, пока он напишет паузу, пока админ это поймет, пока микрофон включит, тренер, он пообщается, потом туда-сюда. Плюс это фристайм, естественно. Все это в минуту стягивается. И все это затягивается где-то на минуту. Поэтому 8 минут дополнительных в игре – это много. Особенно, когда темп-то идет довольно быстро иногда и команда. Ну, опять же, для игроков это хорошо. Это круто. И та, и другая команда могут реально что-то изменить еще в матче. Но для нас все-таки, мне кажется, зритель проигрывает немножко. Fallen играет с АВП, действует возле дверей. Кстати, что сделали? Все-таки купили ЦЗшки. Там колдзир только поставил. А, почему колдзир? Колдзир у него 1900, но это, наверное, если проиграют из ката, в любом случае будет двайка подряд, то у него уже потом будет снайпская винтовка. То есть задел на АВП. Ну, как-то все равно странное решение. Такое впечатление, как будто он не согласен с линией команды и только из этого не купил. Вряд ли, ну, как бы он думал о каком-то АВП для через раунд. Fallen забирает Пашу Бицепса. Така играет с P250. Фолен делает еще один минус. Выходит на пляли. Горит, горит, горит. Нео тем временем забирает Fallen. Включается ФРЦ СЗшки, тоже погибает. Нео действует на большинальных песках. Така отстреливает все-таки своего соперника. с Naxx остается один против двоих. Naxx красный и перестрелять балкон, но нет. 12-12. SK Gaming берут этот ключевой раунд. Папа Fallen. ВП без денег. Просто Папа Fallen, который разрулил ситуацию, говорит, закатал рукава и сказал, парни, смотрите, как я умею. Смотрите, как надо. И в итоге берет три раунда. Да, он горел, но там пытался уже на посаде как-нибудь с прыжка убить игрока. Он понимал то, что у него уже не выпустят. И вот эти вот три фрага, они зарешали полностью. Там была немножко просадка по кратским моментам у Фера, у Coldzera. Но в любом случае команда SK взяла очень важный раунд. И как бы все не было плохо у них в прошлом раунде, сейчас они на коне. Они сейчас, по-моему, даже заставят команду Virtus.pro сделать эко-раунд. Сами же они будут там с такими полу-форс-девайсами. 12-12. Игра начинает. Она только начинается. Мне кажется, сейчас она только начинается. И сам крестом будет впереди. Я с тобой согласен. Потому что действительно сейчас вообще все морально-волевые качества должны раскрываться и в одной, и в другой команде. 24 раунда мы посмотрели. Остаются 6 решающих. И как и на Мираже, мы не понимаем, кто же победит. На Мираже взяли все-таки игру на допах бразильцы. Но теперь, возможно, Virtus.pro все-таки ответят. И мы увидим ту самую карту The Nuke, на которую Virtus.pro надеется очень сильно. У команды Virtus.pro с Nukem проблем не должно быть особых. Опять же, возможно, кстати, повторится ситуация с Nukem как с Overpass. То есть Overpass играли чаще SK Gaming в последнее время, а вот Nukem чаще играли Virtus.pro. И у них будет, конечно, преимущество в этом плане. Какой заход. FNAD спрейд. Fallen рядом. Играет с ВП. А то Fallen задавить должны. Должны. Но при этом на холпу пришел все-таки Fairstack. И удалось отстреливать Fallen. Снова реализация P250. ТАС остается 1 в 3. Ну что же, ТАС. 22 хп. Есть девайс на руках. Бомба. Тоже есть понимание, где она находится. Есть понимание, где находится Fallen. А вот где остальные два игрока неизвестно. Coldzera хорошая реакция. Демонстрирует нам он ее прямо сейчас. 13-й рано для SK Gaming. Выходит вперед. Но надолго ли? Будет он ВП с Naxx. Будет знаком команды Virtus.pro. Вот на этот раз уже решающий для ВП. Если они его проигрывают, это 14-й. Следующий будет ЭКО. Это 15-й. И сочетом 12-15 все очень сложно. Это ключевой раунд основополагающий. Если поляки проигрывать не ставят бомбу, тогда скорее всего SK Gaming закрывает Virtus.pro и побеждает. Но хороший бай. Поэтому тут SK Gaming, чтобы взять, нужно очень серьезно попотеть. FNX поджал детскую площадку. Рядом с ним Fallen и Neo, один из самых опытных игроков, почему-то погибает. Хотя, ну, извините меня, и коню понятно, что на карте Overpass фонтаны могут сжаться. И Neo почему-то погиб. Ну, видимо, там пытался как-то увернуться. Чекал. Но Fallen вчера по голубям попадал на карте Detrain. Я сегодня в своей группе ВКонтакте видел этот момент, когда на зелени голуби летят и Fallen их пытается отстрелить. И вроде как он мог бы попадать, если бы возможно было. Fallen забирает с Naxx. Pash тоже умирает. 2 в 5. Tass и Bialia против всех. Ну, по большому счету, конечно, сейвить и выходить на следующий раунд с двумя девайсами. Но, может быть, сейчас Virtus.pro продемонстрирует чудеса индивидуального скилла, потому что именно индивидуальный скилл помогал ребятам в первой половине. Я напоминаю, летели со счетом 6-0 и все-таки выиграли. Но нет, пьяли тасс, погибли. Никто никого не убил. Бомба не ставилась. Что? Под 2 с половиной. Что? Cold Zero. Да, я это вчера еще отмечал. Он реально гангст. Такой мафиози. Мафиози. Наркобарон чистый. Латиноамериканец такой, как сейчас в сериалах показывает. Он еще низенький, по-моему, сам по себе и пухленький. Даже мексиканский или итальянский гангстер такой, который рулит районом. Cold Zero может делать все, что угодно. Один из лучших игроков. Fallen опять идет просто на ту же позицию. Что делает Virtus.pro? Ну, как-нибудь его нужно законтролить. Какие-то флешки, какой-нибудь смог просто под себя, чтобы он просто не смог делать такие киллы. Но, опять же, мы-то говорим об игре Virtus.pro, но как все-таки играет Fallen? Он почти не мажет. А когда Fallen не мажет, я боюсь теперь уже за команду Na'Vi. Если завтра Fallen... Точнее, даже не завтра, а сегодня, извините. Финал у нас будет сегодня, буквально через полчаса после этой игры. Что же Fallen сделает с командой Na'Vi, если будет так же стрелять из АВП? Да, команда ИСК сейчас... А именно Fallen намазывает на хлеб. Сейчас Virtus.pro и кушает очень вкусный бутерброд с поляками. Ну, я не знаю, Virtus.pro сейчас пан или пропал. Остается уже, ну, знаешь, идти некуда. Позади Москва или позади Польша, Варшава. Потому что последний раунд, если они проигрывают, то все. Ребята остаются на третьем, четвертом месте. А на какое место ты поставил Virtus.pro? Virtus.pro я сказал, что будут играть в финале против команды SK Gaming. Но сетка сложилась таким образом, что... Ну, вообще я угадал двух, две команды из четверки. Я давал Liquid'om и Na'Vi шансов на этом турнире. SNAX оцеливает Fera минус FNX. Также Кулдиро жмет зигзаг. И все-таки команда SK поторопилась. Решили довольно быстро победить, обыграть поляков. Но не тут-то было. Но благо для команды SK. Во-первых, есть Fallen, который может засейвить АВП. Во-вторых, есть все-таки экономика на следующий раунд. Fallen, кстати, непонятно, зачем идет тащить этот раунд. Хотя, ну, как бы он круто не играл, все-таки шансов у него здесь никаких. Таз заканчивает минус Fallen. 15-13 и два раунда остается до конца. Кстати, о птичках. Если сейчас SK проигрывает еще раунд, тогда придется играть уже с пистолетами напоследок. О птичках. Да. И у команды Virtus.pro открывается все-таки хороший шанс для того, чтобы отыграть снова допы. Да, мы уже можем посмотреть вторые допы в этой серии. На Мираже, напомню, команда SK Gaming выиграла со счетом 19-16 первые допы. Ну и сейчас Virtus.pro. Ну, каждый раунд для них как последний. И вот это будет очень важен. Если опять с SK Gaming ошибутся, если опять они куда-то попрут. Очень странно, что они сыграли, так они побежали. Они просто побежали на прицелы. Такое ощущение, как будто их заставили. То, что бегите на танки с ножами, с ложками, с вилками. Но тут не танки, тут Virtus.pro. И тут можно посидеть, подождать. Вы играете в защите. В любом случае, SK. Сейчас свой пыл остудили. Играют закрытую полноценно. По-моему, только... Да, они вот как стали 3B, 2A. Подсадка есть небольшая на B-Plant 2. Но Virtus.pro никуда не торопится. У них 2 ВП. В итоге они вот замораживают сейчас свою игру. Они играют очень медленно из-за того, что у них 2 ВП. Coldzira подсадка. Причем отдали сейчас B-Plant ребята из команды SK Gaming. Наверное, не самое правильное решение, исходя из того, что часто Virtus.pro ходят именно на B-Plant. Но в этом раунде, судя по всему, поляки пойдут через длину. Здесь у нас Fallen играет возле машинки, чекает длину. Прилетает Smoke. Fallen чекает подсадку. И вблизи играет FNX. Если все-таки пойдут у нас игроки команды Virtus.pro на длину, они, скорее всего, не проверят FNX, а который играет в упоре и делает 1 минус. Но моментальный размен от команды Virtus.pro погибает. У нас длина, выход от таза, судя по всему, раскидка пошла. Таз рискует, выходит Smoke. Прилетает, правда, флешка. Феррот стреливает все-таки Виктора. Чекает дальше туалеты, но здесь Паша Бицепс на чеку. Бомба заходит на A-Plant. Бомба будет установлена возле контейнеров. И так, а с Coldzira, может, есть смысл сохранять оружие. Все-таки преимущество хорошее Virtus.pro. Бомба и позиции. Снакс ошибается, уходит на длину. Ситуация 2 на 2. Прилетает флешка. Так, а слеп играет возле Камазика. Тут никого нету. Врыв атака. Замечает одного, замечает второго. Есть у него полностью понимание, где находятся оппоненты. Бьяли ловит. У нас все-таки Coldzira. Паша Бицепс 1 на 1. Ну, затащит ли Паша? Паша промах! Паша промахнулся. Его начинает пушить все-таки игрок. Паша! Тащит. Наконец-то Ярослав сумел сконцентрироваться и затащить. Важнейший для себя раунд. 15-14. Virtus.pro в игре. Ой-ой-ой. Как сейчас опасно промахнулся Паша. Это могло стоить раунда. Ну, и повезло Паше то, что Таку не поставил ему первым патроном в голову. Иначе бы уже писали бы ГВ Virtus.pro. Павел, я, знаешь, у меня прям сердце чуть не улетело обратно в Москву вместо меня. Потому что промах. И вот ты стоишь, и вот этот момент, когда промахивается АОП, на него смотрит игрок с кольтом. Как Таку не закончил сейчас игру, это не понимаю. Закуп команды SK, дробовик у Фера, скаут у Фоллина, фама Сколзера, 5-7 Таку и Цезешка от FNX. Вот такой вот набор небольшой. Да, и SK Gaming теперь могут, ну, если вдруг проиграют оверпассы, проиграть нюк, вспоминать с горечью тот раунд, когда решили поджать с хорошим баем команды Virtus.pro. Я имею в виду тот раунд, когда счет был 15-12 в пользу SK Gaming. Virtus.pro.чекают длину. На длине никого. Засада в туннелях, засада на банане. Так, тем временем, один охраняет точку B. Бомба у нас как раз-таки под B находится. И именно туда, судя по всему, пойдет Virtus.pro. Паша Бийцев чекает туннели с АВП. Там у нас два игрока команды SK Gaming, но на Пашу никто не идет. Да и Паша не собирается сам пробивать эту точку. Просто похолодил, поконтролил, возвращается к тиммейтам, идет на B. Ну и вроде как Нео с кем? Стазом. Должны сейчас раскидать Аплент, стянуть сюда игроков команды SK Gaming. Все остальные пойдут на B-плент. И шансы хорошие Virtus.pro. Да, там всего лишь два игрока находятся. Один из них с Фамосом, это Клдзеро. Ферр получает ассист за Нео. Фоникс делает минус ТЗшки. В итоге Нео ничем своей команде не поможет. Зато есть остальные игроки. Бьяли заходят минус по атаку. В упоре стоит сейчас как раз-таки Клдзеро. И его могут найти. Клдзеро как же Лой сейчас сград. Еще второй фраг делает по Снаксу. Врубает он двух игроков. Ну и даря своим тиммейтам шанс на взятие этого раунда. Таза слышно. Паша очень красный. Ну и Таз делает минус по Фолину. Но так же остается красным. Минус от Таза. Минус уже по Фониксу. А Ферр со спины. Да, Ферр пришел на точку. Играет, правда, с дробовиком. Но Паша уходит. По Феру нет никакой информации. Таз бегает там на балконе. Паша Бицепс понимает, что все-таки Ферр может его сейчас обходить. Ферр прячется. Начинает действовать. Таз не замечается. Опять-таки как снизу. Почему ты не проверяешь? О, боже. Как же так? Как все было? Как мог красиво разыграть сейчас Ферр? У него был Молотов. У него было все гранаты, кроме гранаты. В итоге команда Virtus.pro вытягивает этот раунд, вытягивает матч на дополнительные раунды уже второй раз в этой серии. Да, браво, поляки. Отличная работа. SK Gaming отдают свое. Три раунда подряд. Два хороших полноценных бая и один недобай. Причем Coldzira словил сейчас феноменально двоих соперников. Но поработал старинат Ас, который включился. В первой половине, напоминаю, у Виктора не шла игра. Но во второй половине сумел совладать с собой и очень грамотные вылазки делал он во второй половине. Поздравляем Virtus.pro. Это допы. Допы у нас по всеми любимой системе. По три раунда за сторону. 10 тысяч стартмани. Начинаются они совсем скоро. Хотя, возможно, сейчас дадут буквально несколько минут, чтобы команды передохнули. Но нет. Моментальная игра. Да. Начинается у нас опять-таки все сначала. Начинается опять-таки все сначала. МР-3 по 10 тысяч. И вот эти 15-15 раунда были как разминка. Знаешь, когда разминка закончится? Ну, сейчас вам как раз-таки по три раунда сыграете. И Fallen вновь поджимает центр. На этот раз безрезультатно. Никого там не было. Virtus.pro, по-моему, на мидл больше вообще никогда не поют в своей жизни после того, как их Fallen три раунда подряд наказывал там. Ну и Virtus опять-таки под B-Plant. У них получалось выходить именно на эту точку. И вот сейчас в самых важных раундах как раз-таки стоит выходить именно на B-Plant. Правда, там стоит Code Zero. Зато там и есть Тако, который вот никак не может включиться. У Тако пока игра никак не может с ним в одном ручье литься. Вот по разным как-то сторонам идет скилл Тако и сам Тако. В итоге скам. Расстановку у них отдают они лонг. Два игрока перед туалетами и трое на B-Plant 2. Fallen все там же. В начале банана чекает столы. Тем временем Virtus.pro дальше гнут свою линию и постоянно действуют через длину. Иногда заходят, иногда фейкуются. Ну и этот фейк у нас неплохо получался в основное время. Fallen там же. Чем временем флешка в туалеты. TAS чекает у нас подходы на себя. Fallen решил смотреть все столы. Но его никто не трогает. Почему бы и нет. Но Virtus.pro с другой стороны уже подошли под A-Plant. Pasha чекает банк. Там никого нет. По сути на A-Plant у нас вообще никто не сидит. Но Fallen все-таки своего дождался. Забрали Нео. Fallen уходит теперь на A-Plant поглубже. Но его возможно схватят. Откидывает флешку по тазу. Таз выходит, вешает голову по Ферру. Fallen не переключается на пистолет. Хотя оно того стоит. Но все-таки принял инфу от Ферра. Взял Юсп в руки, пристрелял таз. Паша Бицеп зашел через дыну. Пытается окружать Fallen. Fallen играет на головке Камазика. При этом минус Fallen. Снак с тем временем на контейнере. Один против троих. Бомба устанавливается. На пятой секунде. Естественно деньги зарабатывают. Virtus.pro. Но тут нужно не деньги, а нужно тащить. Все-таки раунд за командой SK Gaming. Да. SK Gaming все-таки одного раунда мне хватало. И только... Это вот... Я не знаю. Это очень часто такое бывает. Когда команда ведет 15-12 или 15-10 даже. Потом проигрывают до 15-15. И на допах берут этот раунд, который им нужен был как раз-таки совсем недавно. То есть это вот самое обидное. Ну где ж ты раньше был, друг? Ты нам нужен был вот примерно вчера. Или вот примерно раунд назад. Может быть кому-то и вчера. Кто знает. SK Gaming. 16-15. Первый раунд они берут на допах. Еще два раунда сыграть. В первой половине. И Virtus.pro. Опять-таки снайп с винтовкой. Четыре калашниковых. И вчетвером они идут на Б-плэнд. Видимо это будет какой-то сплит через метро. Сначала ТАСС прочекает коннектор. И дальше уже ребята будут стягиваться под Б. Ну и SK Gaming даже, по-моему, не решаются на укрепление. Играет в девятке только один игрок. Так вот отходит на дальние позиции. Или же Virtus.pro как-то себя спалили. И команда SK Gaming знает, что будет сейчас какая-то раскидка. В итоге так вот уходит, чтобы его не убили раньше времени. Потому что очень часто Тако первая умирает. Ну Тако жаловался на FPS сегодня. Правда, все равно команда SK Gaming в принципе должна была победить, несмотря на это. Но и, кстати, жалобы, когда SK начали тащить, прекратились. Поэтому все-таки так преувеличивал падение своего FPS. Coldzera вместе с Тако принимает B-pland. Именно сюда выходит Virtus.pro. Они B-pland, кстати, отдали. Решили сыграть с Ивова на отстрел. Откидывают гранаты, откидывают смоки. ХАЕшки. Никто пока никого не убивает. Но при этом просел ТАСС, просел Бьяли. Но они в игре не могут быть полезными. Бьяли при этом, кстати, занял очень крутую точку. Действует слева от хелпы. Его, правда, начинают нашивать, но не попадают. Тако ФР будут выбивать вчетвером, кстати, с хелпы. Еще один смог на зигзаг. Ну, сейчас должны какое-то классическое выбивание продемонстрировать SK Gaming. Очень долго стоят. Они должны были быть к этому готовы. Бьяли забирают. Все-таки Паша Рицит наказывает ФР. Атака горит. 20 хп остается. Играет за колонной. Теренем снаг с авиком. Промахивается. ФНХ наказывает одного. Атака ловит ТАЗа. Ну и Нео остается 1-4. Но мне, кстати, кажется, что у Нео сейчас все шансы. Он может всех положить. Но нет. Он не залетел. Первый патрон в голову. Дальше уже все. 17-15. Да, Virtus.pro сейчас очень должно быть обидно. Они так хорошо зашли на плент. У них было очень много времени просто слито со стороны SK Gaming. И SK Gaming очень долго стояли. Они невероятно долго стояли, бьяли, ждал, 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 ждал. Он уже, по-моему, соскучился по образицам. Хотел пойти с ними обниматься. Они пришли и убили. В итоге 17-15, Virtus.pro один раунд нужно хотя бы взять. Хотя бы один раунд, чтобы было за что цепляться. Если SK какой-то раунд оформит себе быстрый на плент. И если Virtus.pro не примут, то мы будем смотреть финал SK Na'Vi. El Clasico, как по мне. Да, El Clasico и SK жаждут, жаждут больше всех попасть в финал. Потому что, во-первых, им нужно ответить за все-таки поражение, которое Na'Vi нанесли им в групповом этапе. Причем поражение было очень серьезным. Там полный развал, по-моему, 16-16 или 7-8 в пользу команды Na'Vi. Поэтому, конечно же, SK Gaming хотят сразиться снова со своими друзьяшками, с которыми они провели целую неделю или полторы в Лос-Анджелесе буквально месяц назад. Флэшки по Фоллену. Откидывает он флэшку в ответ на длине. Подходит FNX, не выручает. Фоллен при этом ловит таза. Но Фоллен зажали с двух сторон. И поляки зашли на плент. Успешно. Фер, правда, врывается через Клпу. Ловит у нас Бяли. Но моментальная ответочка. Правда, через Банан пришел так. Они попадают по контейнеру. И уходят игроки команды Virtus. Клпу на туалет. Тут у нас Клпу, который оцеливает Нео. Правда, не идет дальше. И не догадался, что там, возможно, находится еще один террорист. И мне кажется, что из-за этого Паша Бицепс сейчас затащит раунд. Снова? Опять Паша Бицепс покажет свою бицуху и скажет, я тут папа. Паша, кстати, обходит. Он обходит через туалеты. На контейнере у нас лежит смочок. Чекает Тако-бомбу. Можно просто садиться и дефузить. Тако, собственно, так и делает. Паша разваливает одного. Дефуз. Дефуз. Паша, как же так. Причем, какой-то странный Тако диффузил. Он сидел как-то справа от бомбы. По большому счету Паше не нужно было вообще обходить своих оппонентов сейчас. Потому что Тако там, или кто, Колдзиро сделал там килл. И он думал, так, я длину зачистил. Там, наверное, никого уже нет. И, соответственно, Паша бы играл через длину. И сейчас у него было бы намного больше шансов забрать и Тако, и всех остальных. Паша не зарешал. 18-15. К команде SK Gaming нужно взять всего лишь один раунд, чтобы победить на оверпассе. Ну, ты знаешь, так будет взятая карта заочная от команды SK, потому что они обязаны были это делать при счете 15-12. И сейчас они… Кстати, Гри, посмотри на счет. Мне кажется, что-то не так. 18-15. Что-то не так. В чем пользу? А, только что поменялось. SK Gaming. Было бы в пользу Virtus.pro. Непонятно, зачем Neo проверяет эту точку. Любопытный. Любопытство доведет его до провала. Все-таки преимущество. Я понимаю, если бы Neo был или в меньшинстве, или хотя бы в равной ситуации. Но зачем 5-4 лезть и умирать, ну, не знаю я. Кстати, Тако дошел уже до начала, по сути, точки А и может неплохо фейковать. Поэтому от него многое зависит. Кстати, слабную сейчас Тако вместе с Фолленом. То есть Фоллену поставили с АВП под Б, где Тако обычно пушили и убивали. И Тако встал в туалет. И сейчас это сработало. Фоллен с АВП дождался. Neo, который решил поджать. Подгон, что Тако во стандартке. А вот и Тако дождается. Второй забьет или нет? Нет, все-таки не хватает тому урона и хп. Да, Паша промахивается. Фоллен. И это может стоить раунда, но колд зер. Еще есть АВП Фоникс. Где Фоникс? Фоникс очень далеко находится. 3-7 секунд до конца раунда. Команда Virtus.pro. Нужно дотянуть. Нужно Тазу дотянуть. Если не убить, то хотя бы дождаться тиммейта, но ни в коем случае не умирать. Молотов хороший залетает. А с КГМ как они медленно играют? Ну, они фейкуют. Они делают все, мол, чтобы игрок под ником Паша подумал, что это Ай. Паша, кстати, повелся. Он ушел на Аплент. И, соответственно, теперь аккуратно нужно вычислить просто-напросто Таза. Но Таз тоже не одним местом деланный. Он должен принимать сейчас соперников. Ловит FNX, а колд зер остается красным против двоих. Пытается здесь как-то разрулить, но шансов у него немного. Забирает, правда, Таза. И на второй секунде, конечно, бомбу он не поставит. Это победа в раунде от команды Virtus.pro. 18-16. Но колд зер сохранил снайперскую винтовку. И, соответственно, так бы у него денег не было. 3-3. Но с АВП, конечно же, скорее всего сыграет Fallen. Именно ему передропнули Айвик. 32 фрага у нас у лидера команды SK Gaming. Вот он, капитан команды. Довольно редкий случай, когда настолько классный координатор еще и настолько круто играет с АВП. Кстати говоря, Fallen давно мы не видели его в такой форме. Это когда он настрелит очень много. После времени обычно на каком-нибудь колд зер, какой-нибудь, не знаю, фунвикс очень много набивает. А сейчас 32 от Fallen. И видно то, что Fallen тоже любит карту оверпасс. То, что он тоже умеет с АВП здесь наводить шороху и делать серию фрагов. Ну что, друзья, два раунда нужно взять в команде Virtus.pro, чтобы мы наблюдали еще одни допы. Бьяли забирает Fallen на хороший хэдшот. Пытались снова на вычисление сыграть игроки команды SK Gaming под Бэплентом. Но ребята из ВП к этому готовы. Бьяли все там же в Малых Песках. Ферр у нас играет на чеке. Ну и вроде как готовят ребята из SK минимальный выход на Бэплент. Тут минимальное количество гранат. Бьяли ловит флешку, пытается переставить Ферра, но Бьяли был полностью слепой. Но при этом у нас еще несколько игроков на точке Б. Таз и Нео делает два хэдшота. Браво, FNXT временем забирает Таза. Приходит Снакс на балкон, погибает от него Така. Ну и остается FNX один против уже двоих, потому что забрал Пашу Бицепса. Бомбы, правда, у него нету. Ну и шансов, конечно же, никаких у FNX. Слишком мало ХП. Да, но тут есть Нео, он 48 ХП. Если какой-то хэдшот залетит невероятный, то против Снакса будет уже удобнее, потому что у Снакса снайперская винтовка. Там можно как-то разыграть. В любом случае у FNX какие-то шансы имеются. Но 30 секунд информации противнику нету. Мало ХП, это все сказывается. И причем Нео сейчас спалил противника. FNX пытался на опережение сыграть, но на него никто не вышел. Нео будет, скорее всего, сфраг от него. Да, минус по FNX. У 18-17 еще одни допы хотят оформить в Virtus.pro. И вот если еще один доп будет, то опять все заново. Это вот каждый раунд, каждый доп это сначала каждый лист. Пишется история. Ну что, теки и галилы, точнее калаши. 2 АК плюс тек 9. Команда SK Gaming, возможно, думала, что вот этот один раунд они возьмут уж точно. И теперь рискуют. Идут, кстати, под B, занимает зигзаг. Там у нас, как всегда, 3 человека. Поначалу. Ну и Таз играет довольно сейвово. Бьяли возле колонны откидывает стандартный смог. Начинается раскидка гранат. Бьяли спреет. Ибирает одного второго. И почти третьего. Кулдира. Размен. Таз подключается. Делает тоже килл. Остается последний фоллинг. И не сумел он реализовать свой пистолет Тек 9. 18-18. Кто бы мог подумать, что Virtus.pro смогут ответить на карте оверпасс. Дорогие зрители, продолжается у нас встреча. Невероятно интересная игра. Вот вчера я читал твит от Нканиса, что, мол, какой-то там матч в Natic, по-моему, против Liquid, был лучшим на этом турнире. Но, видимо, чемпионат не собирается останавливаться. На Natch там и ребята из команд Virtus.pro и SK хотят себе присвоить титул лучшей карты. Но, наверное, лучше этого будет только в финал. Да, я согласен, что в финале кто бы не вышел на Na'Vi и либо искали бы Virtus.pro, там будет зарубывание на жизнь и насмерть. Потому что Virtus.pro, команда, которая хочет доказать, что они еще на коне. SK, которые хотят доказать, что они готовы бороться на топ-1. И Na'Vi, который уже в финале, который, ну вот, общался я с одним человеком, сказал то, что пусть лучше Na'Vi проиграет турнир, чем потом на Epicenter. Ну, сначала пусть не проиграет ESL, чтобы были больше ожиданий. Epicenter лучше. Ну, на самом деле, даже если они победят или проиграют, на Epicenter они уже будут фаворитами. И мне кажется, если победят, как бы мы все равно будем все ожидать победы от этой команды для того, чтобы они закрепились уже, скажем так, в рейтинге, чтобы никто там не написал, что эта победа – это так называемая халява, там удача, что команда стабильная, команда набрала форму и в итоге выигрывает два чемпа подряд. Но опять же, мы куда-то уходим совсем не в то русло, потому что, во-первых, полуфинал идет, вторая карта, в теории нас ждет третья карта, поляки не собираются сдаваться, поляки хотят карту до нюка, они понимают, что если будет нюк, у них шансов будет намного больше, и тогда они попадут в финал. Ну и в финале, опять же, про финал уже, наверное, не мы будем говорить, а инкане с Кристалмэем, которые возьмут как раз-таки вот эту невероятную для вас встречу. Мы же ждем, пока ребята напишут рейди и продолжим смотреть оверпасс. Ну что, там рейди-то будет у нас или нет? Товарищ режиссер, пожалуйста, подскажите нам, насколько все долго там будет продолжаться. Ну, в любом случае у нас есть, скорее всего, небольшая пауза у обеих команд. Это, скорее всего, регламентировано, потому что, ну, уже час, наверное, с лишним длится эта карта. И, конечно же, нужно как-то отдыхать, воду пить, общаться, по нужде сходить, естественно. Кстати, кто не помнит, забавный случай, я его, правда, рассказывал, ну, давно уже, у нас постоянно новые зрители. Когда-то давно еще с моим участием команда Na'Vi сходила по нужде как раз-таки во время смены сторон. На одной из карты была оштрафована на 3,5 тысячи евро. И, кстати, через какое-то время, через два года, тоже в рамках ESL, уже состав без меня тоже решил отличиться. И тоже был оштрафован, по-моему, на 3 или 4 тысячи долларов. Поэтому ESL славится такими довольно жесткими рамками. Поэтому, ну, будем надеяться, что не произойдет ничего подобного на этом чемпионате. Но, с другой стороны, команды сейчас зарабатывают настолько много, что они могут и за более крупную сумму сходить. Ну, да, потому что в туалет сходить на… Кто в туалет? Я. 3,5 тысячи долларов на лапу. Представьте, вот на турнире на каком-нибудь участвуешь, и вот вы заранее узнаете правила, вдруг на каком турнире, если вы играете, там, взнос, там, не знаю, 500 рублей, и если вы захотите во время игры куда-то выйти, вам штраф 2 тысячи. Не, ну, проигроки действительно зарабатывают очень много, поэтому на поздних стадиях это их никогда не останавливало. То есть даже нас не останавливало, когда, там, 50 тысяч долларов на кону, мы понимали, что нам нужно выигрывать, и нам вообще все равно. Мы так и сказали. Так, нам все равно, мы уходим, поэтому штрафуйте нас ради бога. Мы не против. Ну, а сейчас, по сути, призовые зарплаты возросли, там, 10 раз. Там, по-моему, первое место сейчас 100 тысяч долларов, да, это в два раза, но, с другой стороны, зарплата у каждого проигрока выросла… Больше, чем призовый фонд. … 10 раз, да. Поэтому в этом плане, конечно, абсолютно не важно. Ну что? Где игра? Где игра? Где игра? Требуем игру. И игру. Есть игра? На Клинфиде, наверное, тоже ничего нет. Голоса в голове, подскажите мне, пожалуйста. Посмотреть бы, как команды там общаются, что они делают. Было бы интересно, но, видимо, ничего не происходит. У нас, скорее всего, пауза какая-нибудь в официальной трансляции. Ну вот, вот она. Вот она, рыба моей мечты. Начинается, наверное, матч. Virtus.pro против SK Gaming. Матч продолжается. Да, закупаются у нас команды. Virtus.pro продолжит играть в защите. Если же они также идеально сыграют в защите, как и до этого, то уже команда SK появится. Ну вот у них появится такое чувство дежавю, то, что мы должны взять три подряд. И, значит, мы тут можем с тобой до 40 рамдов посидеть за каждую сторону. Ну, может. Может, может. В принципе, я готов ставить какие-то рекорды в проиграх. Помнится, у меня самые серьезные допы были, кстати, в матче Na'Vi против VeryGames давным-давно в Вене. Еще, опять же, я тогда играл. Мы пять допов отыграли друг против друга. Но, по-моему, этот рекорд потом был кем-то побит. Но он точно был побит в рамках матчмейкингов или там фейсетов или с ЕСЭ. Но в официалках, наверное, кто-то из зрителей может подсказать. Есть такая вот стата. Фоллин играет с АВП, действует через детскую площадку. Рядом на длине работает Паша Бицепс. Паша вблизи под прикрытие Бьяли, который действует за скалой, за деревом. Но и на длину, по-моему, со временем игроки команды SK Gaming пойдут. Фоллин откидывает такую вот ближнюю флешку. Но на опережение сыграл Пашка. Делает почти два килограмма. Снова стрельбы не хватает немножко Ярослава. Правда, Бьяли на чеку забирает колд-зиро. И в любом случае преимущество за командой Virtus.pro. Еще и выбита бомба. Сейчас Фоллин, конечно, пытается как-то успокоить Бьяли. Тут видит Снакса. Замечательно, но не попадает. Бьяли еще один выпад. Как же сейчас хорошо играет на таймингах Бьяли. В итоге еще выбита бомба. Команда SK Gaming, по-моему, впервые решила выйти на лог. Вот в таком вот составе. В итоге получают очень больно по голове. И Бьяли сейчас два фрага, разменяя своих тиммейтов, заставляет SK нервничать. Это будет, скорее всего, 19, если не будет никаких сюрпризов. Если Фоникс и Тако не совершат какого-то чуда в раунде, то Virtus.pro продолжат уже и возьмут четвертый подряд раунд к ряду. Учитывая, что в прошлой допу были. Но и вот он минус еще один. Бьяли уже трипл килл в соло пока что. Беринский берет этот раунд. Тако последний обходит сзади. Ну, по-моему, Нео что-то слышал или почувствовал. Он почувствовал запах Тако. Запах Тако? Как интересно пахнет Тако? Как мужик, который просидел уже больше 30 раундов за компьютером. Свои комментарии оставляйте в чате, естественно, как же пахнет Тако. А на 19.18 Virtus.pro против SK Gaming выигрывают поляки первый раунд на вторых допах за КТ. Оставляют две снайперские винтовки и МК. Та Сэмочка, Паша Бицепс, МКоглушитель, Бьяли МКоглушитель. Ну и Фоллэн тоже решил взять снова АВП. Включи три калаша у остальных. Ну, кстати, Фоллэну сейчас пока не хватает в команде, потому что открывают не снайпер, открывал калашников. И как раз таки из-за этого еще тайминг свой убьяли. Под флешку вышел очень классно. Получилось у него сделать как раз таки минуса и дальше уже пошло как по нотам. Ну и Virtus.pro. Опять засада на этот раз уже на коннекторе. Засаду в прошлый раз не делали на лонге. И именно туда идут SK. SK такое ощущение, как будто они ищут приключения на одно место на свое. И Virtus.pro сейчас могут вполне еще один раунд себя обеспечить. Пашу чекают. Паша сейчас вылезет, то получит. Но посмотри, Фоллэн проходит. Не чекает сейчас никого. Фоллэн выходит прямо на Снакса. Вот он под Паши. Минус и опять засада срабатывает. SK Gaming действительно сейчас не понимает, как вообще играть. Пошли в Virtus.pro. Бьяли еще один фраг. Демонстрируют идеальную стрельбу. Virtus.pro вновь этот раунд даже без потери хп. Сейчас могут закончить. Call of Air вдвоем остаются. И команда Virtus.pro. Ну, все. Включилась. Она почувствовала, что может. На нюке очень сложно будет после этого матча. После этой карты. Потому что все будут уже на пределе своих возможностей. Нео откидывает у нас хаешечку на длину. Проседает. Немножко совсем фр. Все-таки стараются у нас ребята из команды SK Gaming еще взять этот раунд. Но довольно тяжелая ситуация. 30 секунд до конца. Они заходят на Аплэнд. Моментально фр все-таки пал от рук Снакса. Coldzira реализовала К-47. Выдал свое место расположения. Его сейчас попытаются зажать просто с всех сторон. 20 секунд до конца. Но насколько опасаются все-таки игроки команды Virtus.pro легендарного Coldzira. Но приходит Тасс и разваливает. Почему поесть этого мальчишку? Приду, развалю. Я тут самый взрослый из вас. Я самый опытный. Казал бы. Хотя тут все опытные игроки команды Virtus.pro. Даже у SK Gaming тоже. Если считать то, что Fallen и Phoenix самые опытные ребята в команде. И Паузу ставит Fallen. Он понимает, что надо взять хотя бы один раунд. Потому что и та, и другая команда взяли по три в защите. Он надеется взять хотя бы один в атаке. Чтобы в защите уже три подряд и оформить себе победу. Тайм-аут. Так. Total still remains. Четыре. Что это осталось? Четыре тайм-аута еще остается у нас. Общих, по-моему, у обеих команд. Это, конечно, на самом деле на допах вообще странное правило. На допах, конечно, должен быть один тайм-аут. Потому что всего три. А как бы на правилах на допах остается такое же. Что по два тайм-аута у нас. Хотя тоже. Почему? Если по два, то четыре еще осталось. Что по три, что ли, тайм-аута у нас за сторону. Скорее всего, по два у каждой команды. Да. Но вот сейчас тайм-аут и четыре осталось. Что это такое? Непонятная ситуация. В любом случае, мы потом еще когда-нибудь вернемся к этой встрече. Ну что, 2018. Ну, к этой ситуации. 2018 в пользу команды Virtus.pro отжимается пауза. Команде SK Gaming сейчас нужно придумывать велосипед. Потому что у них теки и эмочки. Да. И два ВП опять-таки у Virtus.pro. Снайм-скантовка Snacks. Снайм-скантовка Neo. Ничего не поменялось. Note Cold Zero. У него есть только Tech Nine. Четыре калаша. У его тиммейтов по раскидке все очень плохо. Гранат нету абсолютно. Только вот два Смака, две флешки. У флешки уже почти закончились. И Паша. Опять-таки очень агрессивная позиция. Паша уходит. Не дает ему идти Cold Zero. Есть таки первый минус. Есть Open. Спустя вот уже очень много раундов. SK Gaming первый делает минус. Но это еще пока ничего не значит. Пока Virtus.pro имеют два АВП. И пока жив Бьяля. То у команды Virtus.pro еще все может быть. Все может статься. А может Бьяля всем лица разбить. А может и нет. С детства с рифмой я дружу. Я мамы словарь учил. Cold Zero пытается принимать смог на себя. Паша Бицепс погиб. Ну и наконец-таки первый шанс для команды SK Gaming все-таки взять раунд за террористов. Атака у них полностью провалилась в первых допах. Взяли 3 за КТ и 0-3 проиграли. И сейчас продолжают играть за террористов. И по сути проигрывают 5-0. И вот он первый шанс, чтобы, опять же я так объединяю, два дополнительных. Наконец-таки взять первый за террористов. FNX ловит Таза. Снакс по-прежнему отвечает там же. Точнее стоит на длине и чекает Фоллена. Бьяли ловит Cold Zero. Почему-то никакого размера нет. Выходит Фоллен через длину. Ошибки пошли снова от команды SK Gaming. Это B. И на B никого нету. Поторопился у нас Нео. Отдал. Но правда Нео играет с ВП. Поэтому он и решил играть на холпе. Ну и стрелы, граната. Вот это красиво. А FNX-то у нас работает теперь за столбом. И его можно тоже находить в зиге. Кстати, слепой игрок атаки. Но по феру не попадает. Один на один. Снакс падает с балкончика. FNX играет очень аккуратно. Ребята расходятся. Расходятся. Снакс обходит. И кто кого это FNX. Вот это да. Важность этого раунда зашкаливала. Важность этого раунда зашкаливала. Важность этого раунда зашкаливала настолько, что... Мне кажется, немножко Снакс сейчас поторопился. Время было. Мог как-то подергать противника. Потратить, может быть, его патроны. Кто знает, сколько было у FNX патронов. Мы, к сожалению, не видели. Но 2019 команда SK Gaming вот этой паузой воспользовались. Они смогли взять единственный раунд в атаке. Пока что за две серии допов. И мы сейчас будем смотреть важность... Вот три еще одних важных раунда. Сейчас будет именно три раунда. Не больше, не меньше, если Virtus.pro выиграют два. Сколько надо SK Gaming будет? Выиграть три надо, да, SK Gaming? Чтобы выиграть вообще. Два раунда нужно взять команде Virtus.pro, чтобы победить. Команде SK Gaming нужно взять три раунда, чтобы победить. И два, чтобы была ничья. Вот так вот. То есть тут все очень опасно для SK. Fallen все там же с ВП. Правда, не стал жать близко фонтана. Играет просто агрессивно в начале банана. Но на него ничего не выходит. Virtus.pro, кстати, пока не меняют свою тактику. Они снова пошли на длину. И, кстати, идут на длину очень быстро. В этом плане SK не читает ВП. Как бы Fallen мог сразу работать на длине. И тогда бы он точно отстреливал хотя бы одного игрока команды Virtus.pro. Fallen, кстати, отошел. Видимо, услышал правым ухом выход об Fallen. А он заметил или нет, интересно? Мне кажется, что заметил. Но не стал стрелять. Чекает банан. Хотя, да, откидывает флешку. Понимает, что там находится, скорее всего, соперник. Вот она флеш. Флеш сработала. Все слепые. Но он не сыграл под него. Дальше чекает. Тиммейт это где? Аута пришли. Ситуация крайне опасная. Подошли у нас поляки вплотную. Никаких флешек. Позиция, конечно же, Virtus.pro лучше. Они сейчас все-таки заходят, чекают. Случайно Паша попадает по-своему. FNX действует возле Камазика. Моментально Fallen подключается. Забирает Пашу бицепса. Погибает FNX в ответ. Таз заходит на машину. FNX ловит вместе с феером Таза. Но при этом преимущество хорошее для Virtus.pro. Нео возле машины. Забирает Така. Нет, Така врывается. Как такое произошло? Вот така делает два минуса. Какой провал от поляков. А бомба не подбелит. Бьяли один против двоих. По нему, правда, нет информации. Он заходит в спину. Его вообще никто не ждет. Бомбу просто нужно дефить и особо не париться. Но из-за того, что его никто не смотрит, они пытаются его на банане отстрелить. Теперь знает Така, где находится Бьяли. Он просто сел на дефуз. Он пытается. Нет, он заходит. И Бьяли тащит этот раунд. 21-19. Команде Virtus.pro нужно взять всего лишь один раунд, чтобы мы смотрели с вами карту Денюк. Да, сейчас очень было опасно. И действительно, надо было диффузить. Просто сесть, диффузить на морозе. Один диффузер, второй слышал. Не факт, что он бы успевал. Когда два в один были. Когда два в один, один диффузер, второй смотрит поджим как раз. Надо было, но они же не знали до конца, от куда Бьяли. То есть он мог в теории… На самом деле, если бы он был на банане, то этот вариант не прокатил бы. То есть он бы просто тоже размансовал, убил бы диффузер и остался бы, скорее всего, один на один. Поэтому в такой ситуации почти никогда не дефят. Пытаются найти и понять, где находятся оппоненты. Пусть парят Ферра минус 2. Нет, Фолин все-таки делает минус. Получает ассист Ферра. Еще одного заберет. Минус по тазу. Очень простой выход на лонг. И вот, знаешь, чувствует дежавю. Когда вот Бьяли то же самое сделал. Сделал минус 3. И в итоге Бьяли еще один минус. По Фондексу есть. Не сдается. Бьяли. Нео уже в такой ситуации был. Правда, оставался 1 в 5. 1 в 5 брал против Динитас. Ну и бомба на руках. Что самое главное. Опять-таки на руках у Нео. И команда ИСК не должна ни в коем случае расслабляться. Ферр стоит в упоре в туалетах. Нео поставит ему хоть что-то или нет. Да. Минус только, правда, уже от Ферра. И именно он делает уже третий фраг. Ждет поджима от Бьяли. Но Бьяли на шифте играет до последнего. Молотов летит. Пытался. По-моему, решил кремировать сейчас Ферр. Труп Нео с почестями его сжечь и положить в горшочек его. Неужели нас ждут еще одни допы, друзья? 21-20. Команде ИСК нужно один, чтобы играть третьи допы. Вот это матч. Кто там говорил? Кто там? Несите сюда Инканиса. Заходи давай. Посмотрим на тебя. У кого там был самый интересный матч? Самые лучшие допы там и так далее. Вот. Виртус Про ИСК Гейминг. Полуфинал чемпионата мира. Стараются что одни, что вторые. Ух. Да. Это очень эпичный матч. И мне кажется, это украшение турнира. Но еще финал. Еще финал. И даже если не будет допов. Вот допы это даже не значит, что самый интересный матч. Хотя, с другой стороны, длительность она... Быстрая игра. Обратите внимание, Таза. Он действует на зигзаге. Вместе с тиммейтами. Неужели хотят так резко зайти на бплэнт? Ферр, кстати, может подставиться. Играет возле бочек, но понимает, что вроде как на зигзаге могут находиться оппоненты. Таз, кстати, прячется. Не выдает свое место расположения. Но в любом случае игроки команды SK Gaming могут догадываться. Прилетает одна граната на плэнт. Вторая граната на балкон. Ферр замечает, по-моему, зигзаг. При этом така подходит, будучи слепым. Ответили гранаткой на большие. Ферр жмет, знатно жмет. Забирает пашу. Ох, развал, ох, развал. По-моему, это еще одни допы, друзья. Бьяли один против четверых. Но Бьяли еще не сдается. Бьяли борется, но борцуха из него на данный момент не такой, как был раньше. 21-21. Команда Virtus.pro и команда SK будут играть третьи дополнительные раунды. Арсений, по-моему, это очень потная путь. Да уж, дорогие зрители, кто мог ожидать, что настолько все серьезно будет на карте оверпасс? Напоминаю, что поляки проигрывали в начале 6-0, потом собрались 8-7, потом у команды SK в счет был 15-12. Они непонятно зачем поджали, отдали в итоге важный раунд. У Virtus.pro появились деньги, они закомбетчили три раунда. В итоге 15-15, ну и теперь, я думаю, вам уже напоминать не стоит, как все происходило. Супер матч. Поляки, ну просто выпрыгивают из штанов. SK точно так же пытаются выпрыгивать и получается, что у одних, что у вторых. Как говорил когда-то, по-моему, Даня Зевс, игра строилась переломами. Вот, собственно, на таких переломах и стоит сейчас матч SK Gaming против Virtus.pro, где оба коллектива показывают феноменальную игру. Мне кажется, что Virtus.pro пытается выпрыгнуть из штанов, а SK пытается одеть назад, чтобы не мешали им проходить финал, но пока что SK получается бороться. Да, вот начало было 6-0. Я сидел, думал, ну ладно, давайте сейчас запишем еще один матчик в плюс с SK и все, давайте следующий. Кто бы мог подумать, что именно сейчас третьи допы будут на этой карте. SK борется за то, чтобы сыграть 2-0, Virtus.pro борется за выживание. То есть SK, если они проиграют, то еще ничего особенного. У них еще как бы есть третья карта. А Virtus.pro если проиграет, то прости-прощай, и турнир они этот уже не смогут никак побороться. С другой стороны, им уже многие скажут, ну хватит, ребят, 3MH взяли, E-League взяли, StarLadder тоже выиграли до этого, и дайте другим что-нибудь выиграть. Так что сейчас битва очень красная. А это еще не финал, друзья. В финале все будет намного жестче, но, с другой стороны, не завидую команде, которая попадет к NAV в финал, потому что настолько много сил потратил на полуфинал. Казалось бы, да, всего как бы отыграно две карты, но на самом-то деле 21-21 – это почти три карты. Если, ну, сейчас еще отыграют, правильно, там, раундов, и могут быть и четвертые допы. То есть, по сути, одна такая карта идет за две, поэтому, ну, и плюс на Мираже были допы. Просто, просто… А вот тебе и третья карта, считай, как по времени, учитывая, насколько… Ну, на самом-то деле, если на Нюке будет потная карта, то можно брать, что три карты прошло за пять. То есть, вместо трех карт мы видели полноценные пять карт, потому что везде были допы, везде был лютый пот. Ну что, Virtus.pro, надо побеждать, тогда мы будем видеть Нюк, если команда SK Gaming все-таки закончит на уже третьих допах все это, тогда SK Gaming выйдет в финал команде NAVI. Ну что, что по закупу? Пять калашей, кстати говоря, мы не видим АВП от Virtus.pro, то есть, ребята играют с калашами. Это что означает? Это означает то, что ребята будут играть на заход с ближней дистанцией. Значит, это примерно будет выход на B, как я предполагаю, потому что на A выходить на фоллинг с калашом – это не самая лучшая идея, потому что издалека один-два фрага сделают, придет суппорт, откинет пару флешек, еще один фраг, и там уже Virtus.pro полягу. Так что, скорее всего, вот этот пять калашников Заку будет выход на B-плэнт, но посмотрим, до чего ребята дойдут. Тут кто-то паузу даже не снимал из SK Gaming, там Нео начал нервничать, говорит, что это такое? Почему пауза не снята? Уже должны были начинать, и вот оно начало. Снакс, и таз вдвоем проходит через метро, Кулзиро получает очень много флешек, Кулзиро как же так? Зачем подпушивать? Опять ошибка, куда там вылазит? Кулзиро, и в итоге минус, опять-таки, от Virtus.pro, SK Gaming теряет своего тиммейта, массовая раскидка, тут какая-то паутина от этой траектории вылетает. Итак, у минус 2 делает минус по тазу, минус по Снаксу. Хлпа есть от Ферра, который не торопится заходить в смок, бомба ставится 3 в 3. Ситуация, все находятся на плуту у Virtus.pro, никого нет сзади, и мне кажется, что это будет хорошее выбивание для SK, хотя посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Ну, Нео за колонной ловит каким-то чудом Ферра, как он его вообще там заметил, но, видимо, силуэт четкий был. Нео жмет минус 1, Fallen вместе с FNX вдвоем против троих, правда, Нео из-за того, что не менял свое место расположения, погиб от FNX, но, благо, вышел Бьяли на Хлпу, забрал Fallen, и FNX остается 1 в 2. Победа Virtus.pro в этом раунде 22-21, поляки выходят вперед. Вот когда берет команду Virtus.pro первый раунд, становится понятно, что SK Gaming возьмут следующие 2. Мне кажется, что как было до этого, 3 одни, 3 вторые, потом 2 Virtus.pro, 1 SK, потом то же самое, и сейчас могут как сыграть? Не, ну, на самом деле, допов сейчас может быть столько много, что действительно, в помощи теории вероятности, можно будет предполагать, кто же возьмет какие. Но пока, мне кажется, тут рандом. То есть, да, поляки сейчас взяли раунд, но могут еще один взять, а могут проиграть. Но я думаю, что если будут там 6-е, 7-е, 10-е допы, то да, теория вероятности здесь нам поможет все-таки определить победителя конкретного раунда. Но к 60 мы как бы сможем рассчитать уже, когда будет 60, кто сколько и где возьмет. Учитывая, что играют нас команды примерно одинаковые, опять-таки выход на B-Plant, в принципе, как я и подумал. В прошлый раз и сейчас то же самое, опять калашей ВП выходят на B-Plant. SK пока что никого не потеряли, отдают они точку. Так, играют в упоре и получают по шапке от Снакса. Есть фраг от Снакса, еще одна флешка по пьяни. Как он, как выразил фраг? Ну, уже не важно, какой он это сделал. Таз, даблкилл. Фоллин и ФНХаются вдвоем. У ФНХ уже начинают руки отказывать, потому что граната куда-то летает не туда. Фоллин остается последний против троих и команда SK Gaming просит... Ну что, неужели все-таки Virtus.pro хотят все-таки играть сильнее карту The Nuke? Ну, понятно, что Фоллин и компания не заинтересованы в Nuke, но пока все движется именно к этой карте. Фоллин оселивает Neo, сохраняет АВП. Это как раз-таки та самая ситуация, где нужно сейвить на допах, потому что если бы Фоллин сейчас погиб, у него денег не будет. Но и Virtus.pro пытается найти своего соперника и погибает от Фоллина. Находят? Ну, это не важно. Они находят, они погибают. На самом деле это не важно. В любом случае у поляков хороший бай. В любом случае и Фоллин сохранила ВП. Ну что, SK по-хорошему нужно взять хотя бы один раунд, чтобы была какая-нибудь почва во второй половине на допах. Причем до этого SK взяли три в первых допах, три в защите, ни одного момента вообще не было, чтобы можно было закомбетчить. И сейчас команда SK, ну, как-то очень невзрачно. ColdZero очень быстро отдался еще в первом раунде. Сейчас заход был тоже куда-то полез, Фер получил по голове. И очень-очень-очень быстрые раунды делают SK в защите, начинают пушить. В итоге Фоллин сейчас вообще занимает зигзаг. Он знает то, что любит Virtus.pro сначала занимать воду, а потом уже выходить на плент-бет. Тут флешечка такая залетает атаку, чтобы на всякий случай своего капитана спасти от неминуемой гибели. И Virtus.pro. Если выиграют этот раунд, они выиграют матч. Если же SK берут этот раунд, то тогда уже какая-то битва нам обеспечена на второй половине дополнительных раундов. Фоллин пушит зигзаг. Стоит рядом с ним Таз. Стаз зашивает все-таки Фоллина. Еще так решил спрятаться. На всякий случай вдруг Фоллин сделает ноузум. И минус Таз Накса. Два фрага от Virtus.pro. Вновь таку, колдзера и Фнекс с троем остаются без своих тиммейтов. Таку один на Абпленту с АВП. Ну, АВК это не его конек. С другой стороны АВП может ему помочь. Паша. Минус по колдзера. Проходит уже на Аплент. Кто? Кто сейчас из СК додумается, что это будет выход на Б? Ну, вот, кстати, скинули мне здесь самые длинные допы. Next Please против High Vani. High Vani это команда из Боснии. Next Please в Румынии. 34-32. Вот такой счет был в той катке. Тем не менее, он внеx ловит в Ярии. Така действует 5-7. Забирает Таза. Ситуация 2-3. Воюет СК до конца. Осознает прекрасно, что этот раунд нужно брать. Потому что без него вроде как за КТ, за сильную сторону вы проигрываете 0-3. И шансов, конечно же, практически нету на то, чтобы победить. Но при этом Neo находит FNX, забирает Така. И это 24-21. Теперь уже Virtus.pro в одном шаге от победы. Это не самые долгие допы. Самые долгие допы это Pixel Fire Dendidi. Там за 40 было. Ну, может быть, этой игры нет при этом на HLTV? Нет, она была на HLTV. Это был какой-то финал турнира. Или полуфинал турнира. Ну, просто интересно, кто тебе может скинуть или посмотреть. Dendidi против Pixel Fire. Еще Barbar играл в команде Pixel Fire. А вот, кстати, скинули мне ту игру Na'Vi против Very Games 2003 год в Вене. 34-30 на Мираже. Это все мало. Вот на допах, чтобы ты понимал, 12-3, 3-12. А на допах 15-19 счет. Вы проиграли еще. То есть допы это была целая третья карта. Целая игра. 19-15, да. Ну что, последний раунд может быть для команды SK. Если не проиграют его, это матчпоинт 3 штуки у Virtus.pro. Но если сейчас они возьмут карту, тогда я не знаю, что будет. Если сейчас SK возьмут 3 подряд, то теория вероятности уже нам никак не поможет. Потому что рандом, лютый рандом сейчас по раундам. Кто-то где-то поджал, кто где-то кого-то поймал. И SK сейчас, ну вот, максимальное количество времени сейчас будут тратить на то, чтобы просто дождаться противника. АВИК от СНАКСа, АВИК от НЕО. Естественно, команда Virtus.pro никуда не лезет. Играют крайне аккуратно. SK гейминг делает ровно то же самое. Все прекрасно осознают. SK вообще не могут ошибаться. Поэтому они не пушат в каком-то привычном для себя стиле. При этом Fallen удается отстрелить Бьяли, который все-таки решил узнать. Такой вот, такой выходит из угла. О-о-о, шел там у нас. Ту-ту. И тут сразу отстрел. Ну зачем же? В настолько важном раунде, в настолько важной игре вот этот чек. И второй. И второй полез. Давай, парни, все заходи. Какие, какие мы. Сладусики. Сладенькие. Решили проверить за угол. Сходили и все-таки погибли. Ну, в принципе, могут себе с одной стороны, конечно, позволить. Нео. Кто летает. Нео и Та. Старики берутся, пока молодежь погибает. Еще один килл от Нео, ФНХ остается один против троих. И все-таки мы будем с вами смотреть карту Денюк. Победа Virtus.pro 25-21. Поздравляем, ребят. Вот это игра. В итоге на допах у нас было сыграно 25-21, 6-10. Три дополнительных серии. Огромное количество раундов. На Нюке наверняка будет не менее интересная игра. Сейчас мы дождемся в любом случае эмоций. Потому что помним, насколько поляки были расстроены после карты Mirage. Но они собрались и они сумели совладать со своими эмоциями. В итоге каким-то чудом вылазят карту Overpass. Напоминаю, на карте Overpass у них очень плохой винрейт. Они в последнее время его почти не играли. Но сумели обыграть ИСКА, у которых опыта, конечно же, много. Мы помним Overpass на MLG, когда команда Na'Vi проиграла 16-2. И все потом писали, да вы что, как вы можете с бразильцами пикать Overpass. И вот через полгода бразильцы пикают Overpass своей картой и проигрывают на дополнительных команде Virtus.pro. Браво поляйки. Как всегда, они заставляют весь мир удивляться. Ну и смотрим, как это было. Вот они, эмоции американских болельщиков. Аплодируют паса своим парням. Уставшие. Очень уставшие, ребята. Уставшие, но заведены. Заведены, они уже улыбаются. А вот команда ИСКА, конечно же, расстроена. Ну, форум такой тоже. Ну, нормально, ребята. Это все нормально, ничего страшного. Мы проиграли на допах, сейчас они уставшие. Мы их развалим на нюке. С другой стороны, нюк это карта, что для Virtus.pro. Что для ИСКА хороша. Но насколько все будут уставшие играть в финал? Настолько изнеможденные будут они играть в финал против Na'Vi. А те-то сидят и ждут, сидят и смотрят. Не будем в финал забегать, друзья. Финал пока еще не скоро. Нас ждет карта D-нюк. Не уходите. Заруба будет очень интересной.